Нюша Порохня. Рыцари Ордена Кровавой Розы. Путешествие в мир холодных ветров. Часть первая. Читает Виктория Томина. Это была обычная книга. Ну, не совсем, конечно, обычная. Любовный роман, который я читала с упоением и в огромном количестве. Мы с подругой менялись этими бесконечными эпопеями, гонялись за новинками, а потом обсуждали прочитанное на моей кухне за бокалом вина. Но эта книга лежала на моей прикроватной тумбочке довольно долго. Я никак не могла начать ее и всегда обещала себе, что вот именно сегодняшним вечером обязательно погружусь в очередную историю. Подтолкнула меня подруга, позвонив вечером и начав ныть. — Ты прочитала Рыцари Ордена Кровавой Розы? — Нет еще, всю не доберусь. — Тогда давай я прочту первое. — Ладно, ладно, я прямо сейчас сяду за книгу, — пообещала я. — Думаю, к утру закончу. — Я приду завтра, — пригрозила мне подруга. — Если ты ее все-таки не дочитаешь, я ее заберу. Я открыла бутылочку вина, устроилась в мягком кресле и открыла книгу. Итак, аннотация. Действие романа происходит в параллельной реальности. Королевство холодных ветров на грани войны, и его защищают рыцари-демоны из Ордена Кровавой Розы. Захватывающие и опасные приключения героев, предательство и, конечно же, страстная любовь не оставят равнодушным ни одного читателя. — Ну, посмотрим, — пробормотала я, и принялась за чтение. Книга увлекла с первых строк, и я просидела над ней почти до самого утра, пока сон не сморил прямо в кресле. Мне снился волшебный мир королевства холодных ветров так явно, что даже запахи казались реальными. — Как же ты меня напугала! — звонкий вопль вырвал из сна, и я испуганно уставилась на подругу, которая стояла напротив, сложив на груди руки. — Тебя двери учили закрывать? — Дашка, ты дура! — я вылупила на нее глаза и показала дрожащие руки. — У меня чуть сердце не остановилось. Если бы сюда пробрался какой-то маньяк, то одним сердцем ты бы не обошлась. — Дашка схватила бутылку с недопитым вином и сделала большой глоток. — Фу! Кислятина! — Неужели я забыла закрыть двери? Я пожала плечами, не понимая, как такое могло произойти. — Забыла! — передразнила меня Дашка, допивая вино. — Кстати, под дверями стояла корзинка с цветами. Кто этот принц? Почему не знаю? — Какая корзинка? Мои брови поползли вверх. — Ты о чем? Подруга исчезла в прихожей и через секунду показалась оттуда с корзиной цветов. — Вот! Ярко-розовые тюльпаны склонили свои тугие головки, словно удивляясь чему-то, и я увидела между зелеными листочками конверт. Осторожно выудив его и нетерпеливо распечатав, я прочла. Темный рыцарь, светлый рыцарь и золото доспехов. Королевство холодных ветров засыпает снегом. Жизнь подарят ему цветы, под которыми путь в страну вечных грез. — И что это? — Дашка уже выудила из бара еще одну бутылку вина и скривилась. — Кислятина! — Так что за бред? — Не пойму, но явно относится к новому роману. — Рыцарь Ордена Кровавой Розы? — спросила Дашка. — А откуда ты ее вообще взяла? — Мне ее Коля Барсик дал. Сказал, что она валялась на столе у его сотрудницы. — Он ее что, украл? — Да нет, там какая-то странная история произошла. Девушка исчезла, просто не вышла на работу, а потом оказалось, что она пропала совсем. Искали ее долго, но так и не нашли. Она тоже романы читала взахлеб, как и мы. — Коля Барсик — придурок, — сказала Дашка, и, наконец, справившись с пробкой, шумно выдохнула. — Еще и запал на тебя. — А влюбленный придурок — страшная сила. Вот и шлет тебе ерунду всякую. Небось и сотрудница эта никуда не пропадала. Решил историю придумать, чтоб интерес к себе вызвать. С такими ушами, как у него, можно антенной спутниковой работать. Тоже мне рыцарь. Я не могла не согласиться с ее речами, но цветы, конечно, понравились. Хотя мне и была удивительна такая невиданная щедрость. Тюльпаны зимой. От Барсика. — Слушай, а почему здесь автор не указан? Дашка вертела книгу, внимательно рассматривая обложку. — Как нет? Я взяла из ее рук роман и тоже удивилась. — Действительно. — Странно все это. Дашка уже не кривилась, попивая вино. — Будешь? — Давай. Я выпила бокал и почувствовала себя повеселей. — Может, вытащить их и в воду поставить? Я кивнула на корзинку с цветами. — Вытащи, — Дашка пожала плечами. — Про что хоть книга? — Интересная. Сама почитаешь, поймешь. Там такие главные герои и закачаешься. — Теперь я буду изнывать от желания прочитать ее, — заныла Дашка. — Тебе много осталось? — Нет, не много. Я вытащила из корзинки тюльпаны и вдруг увидела на ее дне какой-то блестящий предмет. — Что это? — Где я? — Дашка увидела мое удивленное лицо и подошла ближе. — Что ты там увидела? Я осторожно извлекла вещицу из корзинки и искренне удивилась. — Зеркальце? Это было маленькое, круглое зеркало в золотистой оправе, украшенной драконами, розами и щитами. — Интересная вещица, — протянула Дашка и пощупала оправу. — Золото? — Не знаю, но тяжелое. Я совершенно недоумевала. — Если это Барсик, то откуда у него такие средства? Подруга прочла мои мысли. — Вряд ли это Колька. Тогда кто? — Не знаю, — я поморщилась. — Сам объявится. Не зря же он все это затеял. — И то так. Дашка открыла было рот, чтобы что-то еще добавить, но тут у нее зазвонил телефон. Она сделала круглые глаза. — Шеф! — и пошла на кухню. Пока она щебетала, стараясь быть приветливой, я уныло смотрела на серую улицу с грязным потаившим снегом. — Танцевать будешь? Дашка зашла с таким спокойным лицом, что я сразу поняла. Что-то случилось. — Глаза ее горели и блистали, как угли в камине. Часть вторая будто у двух великовозрастных пап начался приступ эпилепсии, особо сильный. На следующий день дорогая подруга уже в семь утра вперла свой чемодан в мою квартиру. «Ты весь гардероб прихватила?» Я удивленно уставилась на здоровенное чудовище в красных маках. — Конечно! Дашка зыркнула на меня своими карими глазами. — В нашем возрасте заманивать личную жизнь можно лишь красиво упакованным содержимым. Она недовольно посмотрела на мой чемоданчик и полезла под кровать. — Ты куда? Я знала, что она хочет, но не собиралась ей поддаваться. Пыхтя, как паровоз, она вытянула чемодан, размерами не уступавший ее червоному маку, и уперто сказала — или с ним, или вообще никак. Таксист долго выражался по поводу нашего багажа, но Дашка стоически терпела, отвернувшись в сторону, а я краснела и очень подходила по цвету к ее чемодану. Наконец мы поехали, и я, не удержавшись, все-таки спросила — Ты будешь заниматься проверкой или переодеваться каждые полчаса? — Буду переодеваться. И ты тоже. Дашка была непробиваемой. Рейсы задерживали, и мы сидели в кафе, попивая кофе с коньяком. Подруга напрочь отказалась сдавать чемоданы в камеру хранения, и мы уныло таскали их за собой. — Смотри, что я взяла. Дашка достала из сумки книжку, которую я так и не дочитала. — Обязательно в полете почитаю. Я подкатила глаза и хмыкнула. Судя по порции коньяка в очередной чашке кофе, в самолете мы будем спать. Порывшись в кармашки, я достала зеркальце, которое нашла в корзинке, и посмотрелась в него. Ну что за вещица! Прелесть! Дашка раскрыла книжку на последней странице и прочитала, схватившись за горлышко бутылки. Там, где зима сковала льдом сердца, цветет огня цветок на склоне гор забвения. Его лучи, как путь, протянутся сквозь век, и пролетят ветра смятения. Я вдруг заметила, как задрожала поверхность зеркала и тряхнула головой. Коньяк! И тут тело мое оторвалось от стула, и я свизгом схватилась за ручку чемодана, глядя, как Дашка воспарила в воздух вверх ногами, тоже держась за чемодан, а в другой сжимая бутылку коньяка. Я смотрела на подругу, которая медленно растворялась в воздухе, и закричала, чувствуя, как меня словно затягивает в огромный пылесос. И тут все завертелось, закружилось, как в центре торнадо. Мы летели с Дашкой по кругу, периодически сталкиваясь с частями тела друг друга, отчего я получила раз Дашкиной ногой под зад, а потом ею же и в лоб. Но самое страшное из этого были летающие чемоданы, угрожающие, приближающиеся к нам. Когда красные маки практически уже были готовы впечататься в меня, я почувствовала, как моих ноздрей коснулся холодный воздух, и я шлепнулась в огромный сугроб. Рядом приземлилась Дашка, а следом со свистом упали чемоданы. Я замерла, ощущая, как мне на голову из-за шиворот сыплется снег, горкая оседая на плечах. Тишину вокруг прорезал пугающий крик совы и тихий шорох сосновых лап. Медленно открыв глаза, я с ужасом огляделась. Мы сидели на заснеженной поляне в окружении сосен, за которыми виднелись голубоватые горы, а Дашкин чемодан осторожно обнюхивала ярко-рыжая лисица. — Где аэропорт? — прошептала подруга, хлопая белыми ресницами. — А? — лисица отскочила, испуганная ее голосом, и замерла невдалеке, прижав уши с черной каемкой. — По крайней мере, мы знаем, что не в Турции, — прошептала я и встала, кутаясь в шубу. — Холодно. Мы находились на высоком холме по росшим лесам, а перед нами простиралась белоснежная гладь, на которой темным пятном возвышалось какое-то большое строение, похожее на замок. Дашка тоже встала и показала на него пальцем. — Нужно туда, там люди. Может, нам объяснят, что происходит? А вдруг это ядерный взрыв? — Хватит! — я толкнула ее локтем, представляя, куда ее сейчас занесет фантазия. — Если бы это было так, то здесь бы ты была в виде супнабора. — Логично, — согласилась Дашка и принялась вытаскивать чемоданы из снега. — О! — я обернулась и увидела в ее руке бутылку коньяка. — Я тоже буду. Дашка приложилась к горлышку и скривилась. — Гадость! Я отняла у нее бутылку и допила гадость, чувствуя, как теплеет внутри. Вытащив чемоданы, мы уселись на них и покатились вниз, визжа от страха и удовольствия. Лисица обиженно тявкнула нам вслед и кинулась под ноги большому черному коню, который вышел из лесу, неся на себе всадника с длинными белыми волосами. — Тише, Искра! Успокойся! Лисица посмотрела на мужчину и села, разметая хвостом снег. Мы проехали с ветерком, и когда наши импровизированные сани начали медленно останавливаться возле высоченной стены, я услышала жуткий рев, прозвучавший совсем рядом. Дашка скатилась с чемодана и, стоя на коленках, прошептала. — Что это? — Может, медведь? — предположила я и испуганно осмотрелась. Спрятаться было негде. Рев раздался еще ближе, мощный удар в стену заставил ее содрогнуться, и мелкие камешки посыпались нам на головы. — Ничего себе, медведь! — воскликнула Дашка, ползком подбираясь к углу стены и осторожно выглядывая. — Ой, мама! Черт! — Что там? — мне было не по себе от ее лица, на котором отразилась вся гамма обуревающих ее чувств. — Это не медведь! — прошептала она, и, схватив чемодан, поползла в другую сторону. — Что встала? За мной! Я лезла за ней следом и тряслась от страха, с ужасом представляя, что могло ее так напугать. Мы заползли в какую-то нишу в стене, выход из которой был вовнутрь этой то ли крепости, то ли замка, и забаррикадировались чемоданами. — Ты мне скажешь, наконец, что там? — я гневно воззрилась на бледную Дашку. — Там ужас! — прошепела она, раздувая щеки. — Чудовище! — Кто? — я протянула руку и оттянула ее нижнее веко. — Ты себя хорошо чувствуешь? Часть третья Ужасный рев раздался совсем рядом, и мы замерли, таращись на красные маки. Я прильнула к щелке между чемоданами и непроизвольно открыла рот, увидев огромного монстра, расхаживающего перед стенами замка. Его выпученные глаза горели злобой, а длинные руки хватали с земли камни и бросали через высокие стены, отчего мы с Дашкой подпрыгивали на месте. — Это какой-то кошмарный сон! — я кинулась к решетке, которая отделяла нас от спасительных внутренностей замка, и заглянула между ее прутьями, прижимая к ним лицо, чтобы хоть что-нибудь увидеть. Перед моими глазами открылась удивительная картина — странные строения, башенки и каменные мостики, кружевные решетки на окнах. — Что это за место, черт побери? — прошептала я, чувствуя, как решетки вдавливаются мне в щеки. — Жанночка, он, по-моему, что-то хочет! — пропищала Дашка, и я кинулась к ней. Чудовище заметило яркие маки ее чемодана и изучающе уставилось на них, склонив свою уродливую голову на бок. Оно качнулось и направилось к нам, откидывая в сторону булыжники, попадающиеся ему на пути. — Мамочка! — я снова кинулась к решетке, намереваясь позвать кого-нибудь на помощь, а Дашка принялась рыться в заднем кармашке чемодана. Мне казалось, что за окнами домов кто-то есть, но сколько я не кричала, никто не спешил нам на помощь. Когда чудовище приблизилось и его глаз заглянул в щель между чемоданами, Дашка вдруг выставила перед собой фотоаппарат и несколько раз нажала на кнопку. Вспышка сработала, ослепляя незваного гостя, и тот жутко заревел, падая назад. Его мычание было настолько жалобным, что подруга не выдержала и, толкнув чемодан, выбралась наружу. — Ты куда? — прошипела я, но она отмахнулась. — Жалко его, я его зрение лишила. Она подошла к нему, жалобно скулящему и держащемуся за глаз. — Что же ты такое? — чудовище подняло голову и уставилось на нее одним глазом. — Это... — Оно говорит! — заорала Дашка, и монстр испуганно отъехал от нее, отталкиваясь ногами. — Дашка, не ори! Я тоже приблизилась к ним. Ты его пугаешь. — Не бойся, не бойся! Кыс-кыс! — она двинулась к нему, протягивая раскрытую ладошку. — Дура! Он что, кошка? Я тоже полезла к монстру, а он настороженно наблюдал за нашими передвижениями. — Е-ту-ун! — заревел он. — Е-ту-ун! — ты, е-ту-ун? — повторила я, и он кивнул. — Да! — Ты чего ревешь? — Дашка погладила его по волосатой ноге, и тот задергал пальцами. — М-м-м! — Ты чего ревешь? — снова спросила Дашка, поглаживая его мягкую шерсть. — Кушать! — сказал он и показал пальцем в открытый рот. — Он жрать хочет, бедняжка! Дашка пошла к чемодану и извлекла оттуда подозрительный сверток. — Что это? — я потянула носом. — Курица-гриль. — Ты что, ее собиралась в самолете есть? — Отстань! — она развернула сверток и протянула чудищу, которая моментально проглотила курицу и облизнулась. — Мало! — жалостливо протянула Дашка. — Конечно, мало! Вдруг етун заворочился, заволновался, его морду исказил ужас, и он замычал, отползая за нас. — Больно! — Ты его что, отравила? — я недовольно уставилась на Дашку. — Ты где эту курицу взяла? — Больно! — снова завол етун, и тут я увидела, что бедняга тычет пальцем в сторону леса. Он показывал на приближающегося всадника, восседавшего на черной лошади, из-под копыт которой вылетали облака снега. Чем ближе он подъезжал, тем сильнее стучало мое сердце, предчувствуя какую-то беду. Всадник был в блестящих доспехах, которые переливались на солнце, а его белые волосы развивались на ветру, похожие на шелк. — Он делает тебе больно! — Дашка выпятила грудь, готовая на защиту. — Да! — заревел етун и лизнул ей руку. — Ты слышала? — подруга посмотрела на меня и испуганно сжала мои пальцы. — Ты чего? — Это Расмус. — Кто? — она приложила руки ко лбу. — Ты его знаешь? — Где книга? — У меня. — Дашка достала ее из сумки, которая так и висела на ее плече. — Посмотри на ее обложку. На ней демоны — Расмус и Магнус. Мы в мире холодных ветров. Это рыцарь ордена Кровавой Розы. Расмус. — Нет, не может быть! — прошептала Дашка, глядя на белокурого всадника. — Расмус. Он подъехал ближе и спешился, разглядывая нас с подозрительным спокойствием. — Немедленно говорите. Кто вы? — Дашка растерянно моргнула и сказала. — Да так, мимо шли. Лицо демона вытянулось. Он явно не понимал, что происходит. Етун за нашими спинами старался не дышать. — Расмус! — приятный мужской голос нарушил это готовое взорваться молчание. Мы с Дашкой вздрогнули, и наши головы синхронно развернулись в сторону. Оказалось, что в этой неприступной стене была умело замаскированная дверь, из которой вышел высокий седой мужчина в темном плаще. — Расмус, эти женщины пришли ко мне. — Гендалф, ты уверен в своих словах? — демон нахмурился. — Да, господин, это мои ученицы. — Вам, альвийскому народу, мы никогда не доверяли, — Расмус снова вскочил на коня. — Надеюсь, ты не солгал, ибо пожалеешь, колдун. Что это за ученицы, защищающие тролля? Он развернул коня и, посмотрев напоследок на нас холодными кристаллами глаз, ускакал прочь. — У-у-у-у-ух! — заревел Етун, шмыгая носом. — Етун, хорошо, хорошо! — Мы пришли к нему? — шепнула Дашка, кивая на седого. — Что-то не припоминаю. — Девушки, прошу вас посетить мой дом. — он склонил голову. — Вы же не будете мерзнуть за стенами моей обители. Без него мы не пойдем, — я потрепала Етуна по щеке. — Он постоянно нападает на нас, — воскликнул старик. — Рушит все. — Он просто голоден, — перебила его Дашка. — Етун безобиден. — Хорошо, пусть идет. Его накормят и поселят в теплой конюшне. — А наши вещи? — Дашка настороженно зыркала на свой красный маг. Продолжение следует. Часть четвертая. Их принесут мои люди. — Вставай, вставай! — я потянула Етуна за собой. — Кушать! Ам! 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 — он поднялся и поплелся за нами, постоянно наклоняясь и заглядывая нам в глаза. — Ам! Да, пошли! Старик был реально удивлен происходящим и заинтересованно поглядывал на нас, улыбаясь в бороду. Нехотя, но Етун ушел на конюшню, не прекращая старательно заглядывать нам в глаза, что довело нас практически до слез. Мы лишний раз удостоверились, что его накормят и не станут убежать, и лишь потом отправились в дом нашего нового знакомого. Светлые комнаты были заставлены кипящими и дымящимися колбами, банками с пауками и склянками с разноцветной жидкостью. Толстые фолианты, утыканные цветными закладками, лежали повсюду, даже на полу, и мы с Дашкой жались друг к другу, боясь наступить на какую-нибудь жабу или змею. Хозяин привел нас в уютную гостиную с камином и весело спросил, чаю или чего покрепче? — И чаю, и покрепче! — кивнула Дашка. — И вопрос, можно? — Да, конечно! — мужчина снова улыбнулся. — Вы хотите знать, как попали сюда? — Что-то мне подсказывает, что вы хорошо осведомлены в этом плане. Я села в кресло возле камина, и большая черная кошка, шею которой обвивала серебряная цепочка с колокольчиками, прыгнула мне на колени. — Мы находимся в книге? — Нет, не в книге. Он поставил на стол хрустальный графин с рубиновой жидкостью и снял чайник с огня. — Вы находитесь в мире, который описан в книге. — Но как мы сюда попали? — Дашка так смотрела на его бороду, что мне казалось, будто она сейчас вырвет из нее волосок и крикнет «Трах тебе, дох!» А лучше скажите, как нам отсюда выбраться? — Давайте сначала познакомимся. Старик снял плащ и остался в длинной белой тунике, перехваченной золотым поясом. — Меня зовут Генталф. Я волшебник. Наш род Альвы, нестареющая, обладающая магией, прекрасная раса. Но в мире холодных ветров нам все тяжелее. Нам нужна помощь. — Я так понимаю, что помощи вы от нас ждете. Дашка налила себе в серебряный кубок венца и с удовольствием выпила. — Чем можем? — Здесь такое дело. Генталф замялся, но все-таки начал. Миром холодных ветров правят Расмус и Магнус. Это демоны Ордена Кровавой Розы. Они пришли к власти сто лет назад, когда на нас напали ужасные орки из пещеры, и они уничтожили их. Все Альвы были благодарны им, ведь после этого Расмус и Магнус побеждали во всех войнах, с которыми приходили наши недруги. Но это золотое время закончилось. Демоны попали под женские чары и женились на сестрах Блэк, которые постепенно уничтожают наш мир. Потому как Дашка попивает вино и сладко жмурится, я решила, что мне тоже не помешает попробовать, пока она его не уничтожила. Я не ошиблась. Это было вкусненько. В книге описана их любовь. Я терялась в догадках. Малина и клубника чувствовалось в каждом глотке. Прекрасная книга, чудесные чувства. Что не так? Эту книгу написал их придворный летописец по желанию сестер, заволновался волшебник. Сказочка для подданных. А вот уже книгу, которая попала к вам, написал я. Там заклинание для перемещения. Так... Дашка потрясла пустым графинчиком, и Гэндалф метнулся к хрустальному ряду. Я не понимаю, чем мы-то можем помочь? Расскажите о сестрах, что они делают? Они гнобят альвов, они издеваются над другими народами нашей земли, берут наших женщин в рабство и давят нас немыслимыми налогами. Это невыносимо. Куда же смотрят их мужья? Удивилась Дашка. А вы? Вы же волшебник. Расмус и Магнус настолько погрязли в своих воинах, что им и дела нет до того, чем занимаются их жены. Он тяжело вздохнул. А все мои способности против их силы теперь пшик. Эти две стервы нашли ларец силы, и теперь их магия намного мощнее моей. Стоп! Я задрала руки. Много информации. Ларец силы – это что? О, ужас! Воскликнул Гэндалф, хватаясь за голову. Зачем я это затеял? Гэндалф, успокойся! Дашка махнула ручкой. Давай без паники. Разберемся мы с твоим ларцом. Я зыркнула на нее, не желая ввязываться в это странное дело, тем более, что я не совсем верила в реальность происходящего. Мне интересно, – с нажимом сказала подруга. И мне ничего не оставалось, как пойти у нее на поводу. Книга уже переносила сюда женщину, – сказал он. Но все это плохо закончилось. Это, наверное, сотрудница Барсика? С умным видом произнесла эта доморощенная мисс Марпл. И что с ней случилось? Привязали к лошадям и разорвали. Дашка закашлялась, а я особо сильно втулила ей по спине, чтоб не умничала. За что? Когда подруга задавала этот вопрос, ее личико стало похоже на хитрую мышиную мордочку. Отправил я ее служанкой туда, – волшебник выглядел виноватым. Но раскусили ее, не смогла этих ведьм вокруг пальца обвести. И какова была миссия? Дашке не хватало сигары во рту. Я уже боялась за нас. Подругу перла. Миссия невелика. Гэндалф снова ринулся к хрустальному ряду, выбирая графин побольше. Добиться, родить, спрятать. Слово «родить» заставило меня сжать коленки. Эй, волшебник, ты о чем? Вы понимаете, нужно зачать от Расмуса и Магнуса. Гэндалф начал расхаживать по комнате, потирая руки. Мы спрячем вас, детей. А потом, через двадцать лет, объявим их наследниками мира холодных ветров по праву первого рождения. Хороша сказка. Дашка, на мое удивление, была спокойна, как танк возле музея военной славы. А если жены первыми родят? Ты что, рожать собралась? Этот взрыв мозга сносил мне макушку. Я хочу знать все. То ли горела напором подруга, то ли напирала на нее вино. Но смелость бойца, замкнутого в окружении, билась наружу. Не настолько я слаб. Гэндалф топнул, и я подпрыгнула, отчего кошка, сидящая на мне, заорала и метнулась в сторону. Мои люди, служащие в замке, подмешивают им в еду зелье. Эти ведьмы не зачнут. А дети от правителя, воспитанные альвами, станут умными и справедливыми правителями мира холодных ветров. Хорошая идея, согласилась я. А что будет с нами? Вы будете жить с детьми до их совершеннолетия. Это такая честь. Да понятно. Дашка встала и сама направилась к хрустальному ряду, пробежав пальчиками по пробкам. Есть условия. Пока наши дети не достигнут совершеннолетия, мы не будем прятаться. Править миром альвов будем мы. Гэндалф медленно осел возле камина, а я отпила из графина и подумала. Черт возьми, а почему бы и нет? Часть пятая. Мы остались. А куда деваться? Волшебник хватался за сердце, ведь его версия будущего сильно отличалась от нашей, но выбора у него не было, и он попритих. Дашка успокаивала его, как могла, но бедняга просто не понимал, как две женщины, появившиеся из-за облачного места, могут править миром, населенным даже не людьми. Не переживай ты так, я искала в создавшейся ситуации выгоду, понимая, что жить-то как-то нужно и дальше. Будем мы хорошими королевишнами, ты нам поможешь и заживем. При слове королевишны Дашка приосанилась и так повела взглядом, что усомниться в ее голубой крови казалось просто грехом. — С чего начнем? — спросила она Гендалфа. — Рассказывай свой план. — Вам нужно соблазнить Расмуса и Магнуса, а для этого нужно часто видеться с ними. Волшебник задумчиво погладил бороду. Я сказал демону, что вы мои ученицы, а их жены очень любят брать служанок из Ольвеек, особенно тех, кто владеет магией. Вот вы и отправитесь туда. — Одна уже отправилась, — Дашка закатила глаза. — Уже небось вороны доклевали, и магией мы не научены. — О, это не проблема, — воскликнул Гендалф. — Одно маленькое заклятие, и у вас будут кое-какие способности. Их вполне хватит, вы же только ученицы. Хотя для учениц у вас, конечно, возраст странный. Ну ладно, что-нибудь придумаем. А вот этого не надо. Я терпеть не могла разговоров о моем возрасте. — Значит, рожать нам возраст не мешает, а тут ты гляди. — Давай дальше. Дашка потрогала лицо и посмотрелась в серебряный поднос. — Мы должны быть уверены, что нас лошадьми не разорвут. — Та девушка была сама виновата, — спокойно ответил волшебник. Она не хотела в этом участвовать и никак не могла прийти в себя. Отправившись в замок демонов, она разоблачила себя своим постоянным нытьем. Проклятые ведьмы заставили ее сказать правду. Хорошо, что я там был, и в последний момент настал на нее морок, и бедняжка не смогла сказать, кто ее привел к ним на работу. — А помочь ей не пробовал? — возмутилась я. — Себя, значит, обезопасил, а ее в расход? — Я важная персона, — Гендалф поджал губы. Тем более я занимаюсь благородным делом, а помочь ей было нельзя. — Ты посмотри на эту персону, — Дашка тоже возмутилась. — Ты и нас так сдашь? — А вы постарайтесь не попасться, — буркнул Гендалф. — Смотри мне, — Дашка сощурилась и показала ему кулак. — Если бросишь нас, я тебя сразу сдам, и никакие мороки не помогут, понял? Будешь следом за нами, по полю за лошадьми волочиться. Гендалф часто заморгал и, видимо, испугался от того, что на его призыв явились явно не те дамы, на которых он рассчитывал. — Значит, ты вхож в замок демонов? — поинтересовалась я. — Конечно, я придворный маг. — И предатель, — добавила Дашка, и улыбнулась на 32. Гендалф обиженно надулся. — Я о стране забочусь. — Ладно, ладно, давай излагай дальше. — Все, — он хлопнул глазами, — завтра отправимся в замок. — Ясно, — я тяжело вздохнула. — Значит, конкретного плана нет, придется действовать по ситуации. — Не надо, — замахал руками Гендалф, — всегда советуйтесь со мной. — Одна уже насоветовалась, — гнула свое кино Дашка. — Да не трепещи, решим мы твою проблему. Волшебник покорно замолчал и больше не поучал нас до самого утра. Выспались мы отлично. Перины в мире холодных ветров были шикарными, а подушки, казалось, набиты лебединым пухом. — Ты как себе представляешь процесс соблазнения? — сонно спросила Дашка, почмокав губами. — Сушит. — Не знаю, — я захихикала и отпустила смачный шлепок по крутому подругиному заду. — С таким багажником можно и мертвого соблазнить. — На свой посмотри, — прогудела Дашка в графин, из которого жадно пила воду. — Хоть они и демоны, но все же мужики, а вот жены их — это будет проблема. Я достала из чемодана расческу и принялась раздирать свои длинные волосы, которые после каждой ночи сбивались в один невообразимый колтун. — Приедем, осмотримся, а потом решим, как себя вести. Дашка легко расчесала свои волосы. Они хоть и были длинными, но их гладкости и послушности я всегда завидовала. — Чует мой багажник веселые приключения. Это тебе не Турция. — Это круче, чем Турция, — Дашка подмигнула мне. — Как в сказке. Лишь бы конец в этой сказке был хорошим. Гендалф привел с собой служанку, и та принялась переодевать нас в непривычную одежду. Мне было неудобно в этих длинных юбках, но идти в своем мини и высоких сапогах я, к сожалению, не могла. Женщина удалилась, а волшебник приволок два кубка с какой-то вонючей жидкостью и заставил нас выпить. Через полчаса зелье подействует, и вы сможете ощутить свои новые силы. — И что же это будет? Я боялась, чтобы этот подозрительный старикан не намешал туда какой-нибудь гадости. Неожиданности не хотелось. Ты сможешь двигать вещи взглядом. А ты, — он посмотрел на Дашку, — получишь силу становиться невидимой. — Обалдеть! — подруга недоверчиво уставилась на него. — Вот это да! — Только без самодеятельности, — предупредил волшебник, но тут же махнул рукой, понимая, что это бесполезно. Часть шестая Замок демонов был огромен, его неприступные стены возвышались над лесом, и мне пришлось даже задрать голову, когда мы подъехали ближе. Гендалф вышел из экипажа и постучал дверным молотком по железной поверхности двери. Задвижка, прикрывающая небольшое окошко, отъехала в сторону, и в нем появилось угрюмое мужское лицо. — Открывай! — приказал Гендалф, и лицо исчезло, после чего ворота медленно распахнулись. Волшебник вернулся в экипаж, и мы въехали на территорию замка. — Кто с тобой? — стражник заглянул внутрь экипажа. — Везу служанок. В замке не хватает рук, — ответил Гендалф. — Хорошенькие! — заржал мужчина с густыми усами. — Заходите к нам в казарму, вина выпьем. Он подмигнул нам, а Гендалф захлопнул дверцу. Тьфу, похабник! Во дворе замка было людно. Воины занимались чисткой оружия, некоторые пили. Сновали женщины с тюками белья и корзинами, наполненными яйцами и мясом. Я немного расстроилась, понимая, что нам с Дашкой тоже придется работать, и сразу же озвучила свое недовольство Гендалфу. — Не переживайте! — он хитро улыбнулся. — Я устрою вас ближе к господам, и тяжелую работу вы выполнять не будете. — Фу! — Дашка облегченно выдохнула. — Потому что я на бесплатный труд не подписывалась. Экипаж остановился, и мы вышли на улицу, сразу же попадая под пристальное внимание людей, находящихся во дворе. Женщины недовольно хмурились, а мужчины весело посвистывали, отпуская нам вслед похабные шуточки. — Вот придурки! — Дашка недовольно отвернулась. — Вроде бы женщин никогда не видели. Гендалф завел нас в большую комнату с таким огромным камином, что в нем бы поместились мы вдвоем с Дашкой в полный рост. Стрельчатые окна с разноцветными стеклами отбрасывали блики на стены, увешанные гобеленами. Большой стол посередине, деревянное кресло и тишина, которую внезапно нарушил высокий женский голос. — Гендалф, кто это? Мы с Дашкой незаметно переглянулись и, повернувшись, увидели перед собой красивую женщину с надменно приподнятыми бровями. Ее белокурые волосы были красиво уложены под золотую сетку, а голубые глаза были похожи на весеннее небо. Высокая, с потрясающей фигурой, она моментально лишила меня надежд на успешное исполнение задуманного. От таких женщин сходят с ума, теряют голову. Разве были у нас шансы? — Новые служанки, госпожа Глоа. Я подумал, что вам не хватает рук. Волшебник расплылся медовой лепешкой. — Ты много думаешь, Гендалф! — оборвала его женщина, и ее цепкий взгляд переместился на нас. — Они Ольвики? — Да, госпожа. — Пусть останутся. Она так пристально рассматривала нас, что меня Мороз пробрал. — Глоа, что происходит? — в комнату вошла жгучая брюнетка, такая же прекрасная, как и стоявшая перед нами блондинка. — Добрый вечер, госпожа Глоа. — Гендалф поклонился ей. — Я привел служанок. — Наконец-то! — она отщепнула от грозди виноградину и схватила ее яркими полными губами. — Пусть идут наверх, там им объяснят их обязанности. Гендалф подтолкнул нас в сторону лестницы, и мы быстро пошли по ней, стараясь не оглядываться. Куда конкретно нужно идти, было непонятно, и мы, поднявшись на второй этаж, пошли на голоса, доносящиеся из комнаты с открытой дверью. — Ты видела этих жен? — Дашка иронично хмыкнула. — Думаешь, нам что-то светит? — Уже сомневаюсь, — согласилась я. — Они очень красивые. — Ну что ж, тогда нам эта забава может выйти боком, — Дашка вздохнула. — Точно к лошадям привяжут. Заглянув в комнату, мы увидели двух женщин, меняющих белье на большой кровати. — Эта постель давно уже остыла, — хихикнула одна из них, не замечая нас. — Расмус забыл, когда спал со своей женой. — Дота, не только Расмус не оставляет своего семени на этих простынях, — зашептала вторая служанка. — Магнус тоже влюблен в другую женщину по имени Война. Они засмеялись, а мы с подругой многозначительно переглянулись. Возможно, не все так плохо. Дашка закашляла, и женщины испуганно повернулись. — Добрый день! — подруга изобразила радушие. — Нас послали к вам, мы новенькие. — Тьфу ты, напугали! Женщина по имени Дота окинула нас злым взглядом. — Новенькие, а уже вынюхиваете! — Ничего мы не вынюхиваем, — возмутилась я, обалдевая от такой наглости. За языком следи! Дота разинула рот, а Дашка подошла к ней, оттолкнув напарницу, и пальцами стукнула женщину по подбородку. — Закрой коробочку! Они притихли, понимая, что на голову нам не сесть. А я спросила. — Так что нам делать? — Полы можете в коридоре помыть, — Дота показала на деревянные ведра с водой, стоявшие возле двери, и щетки. — Мы пойдем на кухню. — Ага, давайте, — Дашка провела их взглядом, пока они не скрылись за поворотом, и взяла ведро. — Пошли! — Черт старый, — шипела я, драя щеткой полы. — Вы тяжелую работу делать не будете, чтоб ты провалился. Грудь постоянно выпрыгивала из платья, длинная юбка мешала, а волосы выбились из-под платка и лежали на полу. Я поползла вперед, и вдруг пискнула от боли. На моих волосах стояла чья-то нога, обутая в кожаный сапог. — Полы нашего замка уже моют волосами? Медленно подняв голову, я столкнулась с кристаллами глаз офигенно красивого брюнета Магнус. — Мне больно! — гневно воскликнула я, и его брови удивленно взлетели. — С каких пор служанки разговаривают таким тоном? — Ты стоишь у меня на волосах! — прошипела я, но тут же осеклась и заткнулась, понимая, что это не мой родной Рыбинск, где я могла послать кого угодно на все буквы, которые знала. Моя наглость его порядком изумила, и он принялся меня разглядывать уже более пристально. — Встань! — я встала и уставилась в пол. — Подними голову! Я выполнила его приказ, задрала башку, чтобы хоть как-то смотреть ему в лицо, а не в область пупка. — Мелкая наглая мышь! — прошипел он, но его взгляд не покидал уютное углубление моей груди. — Я не видел тебя раньше! — Мы первый день здесь! — смиренно сказала я, стараясь не выдать своего раздражения. — А то вылечу я отсюда, не успев вымыть эти проклятые полы. Часть седьмая — Ты разве не знаешь, как нужно вести себя со своим господином? — Я прошу прощения, господин, — прошептала я, скрипя сердцем так, что этот скрип, наверное, был слышен на первом этаже. — Ты строптивая! — возмутился он и толкнул ногой ведро с водой, которая покатилась по полу. — Теперь я буду наблюдать за тобой. Работай! — Хорошо ты обратила на себя внимание! — Дашка скалилась своей дебильной улыбочкой из соседней комнаты. — Особенно, когда на ты его назвала. Это тебе не Барсик! — Да, тяжело нам будет себя в руках держать. Я снова встала на колени и принялась вытирать воду. — Соблазнительницы хреновы! Когда полы уже были почти вымыты, в коридоре появилась брюнетка Гроа. Она неспеша шла, покачивая бедрами, и длинный шлейф ее платья волочился по полу. — Пойдемте со мной! — она небрежно махнула рукой и, не глядя на нас, пошла дальше. Мы плелись за ней, и меня распирало от злости. — Ну, не могла я прислуживать и сносить такое пренебрежительное отношение! Гроа остановилась возле закрытой двери и, прежде чем открыть ее, обернулась к нам. — Так, кого же мне из вас выбрать? Возьму тебя! Она ткнула пальцем в Дашку, а мне сказала. — Видишь дверь рядом? Иди туда, там купальня. Нальешь в ванну воды и приготовишь чистые простыни. Все поняла? Я кивнула, хотя, если честно, с трудом внимала ее речам. Но, как бы оно ни было, пришлось идти, куда приказали. Толкнув дверь, я оказалась в довольно большой комнате с пылающим камином, на огне которого грелся здоровенный чан с водой. Красивая чугунная ванна с ажурными ножками и высокой спинкой стояла рядом с огнем, и я огляделась в поисках посудины, которой можно было зачерпнуть воду из чана. Большой деревянный ковш висел на стене, и я, сняв его, принялась набирать в ванну горячую воду. Разбавив ее холодной из ведер, стоявших неподалеку, я достала из шкафчика чистые простыни и уставилась в окно, разглядывая заснеженные горы. — И долго ты будешь любоваться видами? Я дернулась от неожиданности и, развернувшись, увидела Магнуса, недовольна и надменно смотрящего на меня. Он снял рубашку и швырнул ее на пол, потом снял штаны, и я зажмурилась. — Что он делает? Я услышала плеск воды и его недовольный голос. — Дьявол! Женщина, ты долго будешь там стоять? Я открыла глаза и удивленно вылупилась на него, не понимая, чего он хочет. — Иди и вымой меня! — прошепел он. — Откуда тебя притащили в этот замок? Почему Глоуя не прислала Доту? Я нервно сглотнула и на ватных ногах направилась к нему. Магнус поднялся, и мне ничего не осталось делать, как забраться на табуретку, взять мочалку, кусок мыла и начать намыливать его спину и ягодицы. Боже, какое же у него тело! Я умлела, как дура, закусив губу, пока он не повернулся. — Ты хочешь протереть на моей спине дыру? — Извините, господин, — промямлила я и стала водить мочалкой по его груди, старательно отводя глаза от его бедер. Он изучающе наблюдал за мной, а потом спросил. — Почему ты краснеешь? Мыть своего господина — обычная обязанность служанки. — Я не знаю, господин, — ответила я, желая сказать ему, что просто млею, касаясь его, и с удовольствием бы сейчас запрыгнула в эту ванну. Он отобрал у меня мочалку и резко сказал. — Дальше я сам, ты свободна. Меня не нужно было просить дважды. Я выскочила за дверь и прижалась к ним спиной. — Хорошие обязанности у работающих тут служанок. Я принялась расхаживать по коридору, не желая попадаться на глаза хозяйкам замка, чтобы они, не дай бог, не нашли мне еще какую-нибудь работу. Хотелось есть, но увидеть Дашку хотелось еще больше. Судя по тому, что она так и находилась в купальне, подруга еще намывала телеса Расмуса. Когда, наконец, дверь купальни распахнулась, я спряталась за шторой и притихла. — Дашка! — Эй! Я тихо позвала ее. — Алло! Она повернулась в мою сторону, и я увидела ее лицо, на котором крупными буквами было написано нечто такое, что если бы меня попросили перевести, то я бы выбрала три слова, которые, кстати, у Дашки пользовались огромной популярностью. — Ты давно здесь прячешься? Она тоже залезла за штору, и я почувствовала исходящий от нее запах мыла. — Да прилично! Меня отослали. Их демоническому господству не понравилось, как я мою спину. — Мне так не повезло, — буркнула подруга. Он меня узнал и все время издевался надо мной. — Каким образом? — Спрашивал, не притащила ли я сюда тролля. Потом, после того, как я ошпарила его кипятком, поинтересовался, не родственник или мы с ним. Намекнул, видимо, что я тупая. В доме у Гендалфа ты была более решительна. Я, не удержавшись, съязвила ей. — Будешь соблазнять, рожать и править. — Да ну тебя! Дашка демонстративно отвернулась. — Нужно этого волшебника чертова найти. Я жрать хочу. — Не ты одна. Мы вылезли из-за шторы и направились к лестнице. Гендалфа искать не пришлось. Кряхтя и бурча что-то под нос, он поднимался нам навстречу. — Я думал, сойду с ума, — воскликнул он, потрясая руками. — Как только я узнал, что вас отправили в купальню, мое сердце чуть не разорвалось. Как все прошло? Вы ничего не испортили? — Нет, не испортили, — прошипела Дашка, — если не считать того, что я ошпарила кипятком этого белобрысого. — О, боги! — запричитал он. — Я чувствую, грядут неприятности. — Так, — прервала я его стенание. Нам бы поесть чего, а то как работать, так сразу, а накормить некому. — Пойдемте со мной, — вздохнул он и повел нас по длинным коридорам, без конца сворачивая в какие-то проходы. — Хоть стрелки мелом рисуй, — заворчала Дашка. — Понастроили. Часть восьмая. Расмус сидел возле окна, поглаживая макушку рыжей лисицы. Его длинные волосы блестящей волной лежали на спинке кресла, а глаза были прикрыты. — Искра, а не Ольвики? — спросил он, не поднимая век. Лисица тихо зарычала. — Я так и знал. Магнус встал позади брата. — Мой инстинкт никогда не подводил меня. — Думаешь, в происке врагов? — Если это так, то Гендалф тоже замешан в этом. Но мне не верится, что он может навредить нам. Расмус повернул голову к лисице. — Искра, эти женщины несут для нас угрозу? Лисица весело тявкнула и закружилась за своим хвостом. — Что это значит? Магнус удивленно наблюдал за ней. — Они не несут для нас угрозы, но поведение Искры странно. Если они не Ольвики, тогда кто? — Они нам сами скажут. Магнус улыбнулся, вспомнив, как новая служанка показала свой Норов. Я сразу понял, что с ними что-то не так. Высокомерный взгляд, гордыня. Ольвики не такие, да и для роли служанок они совершенно не подходят. Я заметил. В кристально чистых глазах Расмуса загорелись веселые искорки. Абсолютно неуклюжие в обычной работе. Сегодня в купальне она вылила на меня кипяток. — О да, — Магнус засмеялся. — Ну что ж, понаблюдаем за ними. Интересно, что они задумали. Мы с Дашкой с наслаждением уплетали яичницу с ветчиной и не обращали внимания напялившихся на нас женщин. Они занимались своими делами, но их взгляды неотступно следили за нами. Гэндалф тоже сидел за столом и, попивая чай, громко говорил. — На сегодня ваша работа закончена. Займемся другими делами. Ваше ученичество еще никто не отменял. — А другие пусть пашут, — недовольно пробурчала высокая женщина, мывшая тарелки. — Они будущие лекарши, — возмущенно воскликнул Гэндалф. — На всю страну только я и старая ведьма Зота. Я лично сказала об этом госпоже Гроа, и она дала мне свое согласие на то, чтобы они работали до обеда, а после учились. Мы с недоумением наблюдали за его трясущейся бородой, пока Дашка, наконец, не шепнула мне. — Пусть мелет, что хочет, лишь бы не работать. С этим спорить я не стала и с удовольствием доела яичницу. Гэндалф привел нас в свои апартаменты и принялся за нравоучение. — Работу по дому вам все равно придется выполнять, чтоб не было никаких подозрений. А после обеда вы можете сидеть здесь, читать, сплетничать, в общем, что хотите, то и делайте, но не забывайте о главном деле, ясно? — Ясно. Меня клонило в сон после еды, и мне надоело его слушать. — А можно вообще не работать? — Нет, — завопил он краснее, как спелый помидор. — Я и так целый час уговаривал эту проклятую ведьму Гроа, чтобы она позволила уделять учению столько времени. — А как насчет сил, которые ты нам обещал? — сонно пробубнила Дашка и зевнула. — Они уже с вами, — ответил Гэндалф, пожав плечами. — Стоит лишь сильно захотеть и пользуйтесь на здоровье. — Да, — Дашкину сонливость как рукой сняла. — Любопытненько. Я минут десять, не меньше, наблюдала, как она напрягается, морщит лоб и жмурится краснее от натуги. И тут она исчезла. Просто растворилась в воздухе. Я вскочила со стула и испуганно огляделась. — Дашка, ты где? Ее смех прозвучал возле моего уха, а шлепок по заду заставил меня подпрыгнуть. — Дашка, прекрати! Подруга появилась перед моим носом совершенно неожиданно. — Работает. Не хочешь попробовать? — Нет. У меня действительно не было желания экспериментировать. — Пока не хочу. — Гэндалф! Женский высокий голос прозвучал неожиданно и совсем рядом. — Гроа! — воскликнул волшебник. — Сядьте! Брюнетка стремительно вошла в комнату и окинула нас изучающим взглядом. — Мне нужна одна из них. Насколько я помню, о львике умеют варить чудесные зелья для возбуждения мужского желания. Так вот, у тебя есть прекрасная возможность доказать мне, что мы с сестрой не ошиблись, оставляя их в замке? — Да, конечно, госпожа. Какую девушку вы хотите? Мы с Дашкой напряглись, уставившись на Гэндалфа. — Он что, совсем поехал? Какое зелье? Брюнетка задумчиво осмотрела нас, постукивая пальчиком по подбородку, и вдруг сказала. — Пусть идут вдвоем. Возможно, Глоа тоже захочет любви Магнуса этой ночью. За мной, девушки! Она развернулась и направилась к двери, а Гэндалф в это время сунул мне в руку какую-то бумажку. — Там все написано. Не бойтесь. Я испепелила его взглядом и пошла следом за Дашкой, с перепуганным видом шагающую за Гроа. Она завела нас в небольшую комнатку, в которой стоял настолько густой запах от трав, что у меня закружилась голова. Она была похожа на комнату в доме Гэндалфа, напичканную колбами, стекляшками и различными вонючками, только в разы меньше. Гроа пропустила нас вперед и сказала. — Это мастерская. В нее вхожи только те, кто может нам чем-то угодить. Вы точно можете варить зелье для возбуждения мужского желания? — Постоянно варили, — кивнула Дашка. — Дома. Отбоя от женихов не было. Я почему-то вспомнила, что все подругины бурные романы начинались с какой-то неприятности. То она сбивала машиной своего будущего кавалера, то пробивала лоб каблуком сапога, гадая на Рождество. Но самый офигенный случай произошел с ней совсем недавно. Она шла по мосту, и ей почему-то показалось, что стоявший возле перил мужчина с грустным видом хочет прыгнуть в реку. Она, как истинная самаритянка, кинулась к нему, сбила его с ног, и бедняга полетел с моста в замерзшую речку. Итог. Разбитая голова, которой он проломил лед, и воспаление легких. Правда, этот роман продлился недолго. У подруги не хватило терпения дожидаться, когда он придет в форму. Так вот, я очень боялась за последствия, которые наступят после сваренного Дашкой зелья, да и за себя опасения были. Я умудрялась даже воду на чай испортить. «Прекрасно!» – кивнула Гроа и добавила. «Если оно не подействует, я выкину вас на мороз, раздетых, и заставлю облить водой. Это понятно?» «Более чем!» – Дашка улыбалась, как притрушенная, и, зная ее как облупленную, я конкретно начинала переживать. Массовое отравление, чума, холера и брюшной тиф казались легким напрягом в сравнении с выражением ее лица. «Работайте, я вас запру!» Гроа вышла, и в замке повернулся ключ. «Может, ей борща сварить?» – Дашка прошлась мимо полочек, заваленных разным добром. «Дашка, они с нас гуляш сварят и на наши же помины съедят!» Часть девятая. Я развернула бумажку, которую мне дал Гэндалф, и прочитала. Возьмите крепкое бренди или виски, на котором настояны лепестки белой розы. Добавьте лобчатку ползучую, вербену и листья барвинка. Затем перелейте приготовленный вами настой в большую чашу и подожгите его. Зачерпните серебряной ложкой горящее зелье. Поднимите ложку над чашей и медленно лейте огонь обратно в чашу. Произносите во время этого действия «нау хадеб ибо ахан валет». Повторите все это несколько раз и перелейте несколько ложек пылающего зелья в приготовленный для него сосуд, произнеся следующую колдовскую формулу «гибара сатур и гамма фар бут». Я бы для виски и бренди нашла другое применение, буркнула Дашка, и принялась греметь банками и склянками. И где тут эта бренди? Решилась все-таки зелья варить, хмыкнула я. Может и правда отравить их тут всех и дернуть? Я выпить решилась, Дашка нюхала каждую бутылку. Фея, жестокая ты женщина, Жанночка. Давай пока никого травить не будем. У меня есть другой план. Тем более, что тебе как раз умертвить их труда не составит. Кофе им сваришь и все. Новоприставленная раба божья гроу. Новоприставленная раба божья глоу. Дашка гудела, как сломанный трансформатор. Вот ты дура, веселья во всем этом мало. Я покрутила пальцем у виска. Давай, рожай свой план. А что мне его рожать? Подруга все-таки нашла какую-то бутылку, понюхала, отпила и, отставив, полезла в лиф платье. Выудив оттуда какой-то пузырек, она бросила его мне. Вот и все. Вуаля. Я раскрыла ладонь и ахнула. Откуда? У меня она всегда с собой. Мало ли, какой мачо попадется. А так я уверена. Дашка протерла найденные кружки подолом и разлила в них коричневую жидкость. Я ее с чемодана достала на всякий случай. Был же приказ соблазнить, родить, править. Виагра в этом первая помощница. А сейчас она вообще в тему. Я все больше проникалась уважением к подруге, и меня вдруг разобрал смех. Ты чего? Дашка тоже заулыбалась, протягивая мне кружку. Накормить демонов Виагрой. Это могла придумать только ты. Нужно сказать Гендалфу, чтобы он вещички наши привез. Дашка хитро прищурилась. Возможно, они нам очень пригодятся. Выжрав бутылку бренди на розовых лепестках, мы с Дашкой нашли темный пузырек, натолкли Виагры и развели ее теплой водичкой. Все, зелье готово. Дашка еще немного потрясла пузырек для надежности и нетерпеливо постучала в двери пяткой. Сколько же здесь еще сидеть? Гроа пришла где-то через полчаса, когда терпение наше было на исходе, а в туалет хотелось ужасно. — Ну и как? Готово? — она подозрительно повела носом. — Почему я не слышу запахов? — Мастерство не пропьешь, — буркнула Дашка, протягивая ей пузырек. — За час, да... Хм... Ну... Я поняла. Гроа выхватила из ее рук зелье и нехотя произнесла. — Если все будет так, как нужно, я вас награжу. А теперь идите к Гендалфу. Моя сестра выделила вам комнату рядом с мастерской, и наградой будет ключ от нее. Она чуть ли не бегом пошла по коридору, а мы поплелись к волшебнику. — Готовиться побежала, — завистливо протянула я. — Да, с ее мужем я бы и без Виагры завалилась в кроватку. — Дашка мечтательно закатила глаза. — Кстати, у него отличный меч. Где-то его меч видела. Я задумалась и не поняла, о чем она чешет с таким придыханием. — Обидно, что не в бою. Он подглядывал за мной одним глазом. Дашка начала хохотать, как дурочка, строя мне глазки. — Каким глазом? — О, Дашка, ты распущенная бешеная баба! Я тоже рассмеялась. — Так ты разглядела все в подробностях? — Более или менее, но потрогать не дали. Мы снова рассмеялись и сразу же наткнулись на недовольный взгляд Гендалфа. — Как вы себя ведете, — прошепил он. — Вас слышно на весь замок. — О, нарисовался, — я нахмурилась. — Что опять не так? — Вы сделали все, что было написано на куске пергамента? — заволновался Гендалф, по привычке теребя свою бороду. — Сделали, не переживай, — ответила я, и он облегченно выдохнул. — Точно? — Да точно, — Дашка раздраженно дернула плечом. — Вещи наши привези сюда завтра же. — Зачем они вам? — он испуганно возрился на нас. — Надо, — рявкнули мы на него, и он перестал умничать. — Хорошо, вам комнату выделили. — Возле мастерской, — кивнула я, — и ключик пообещали за хорошую работу. — Ой, не верю я, не верю, — снова начал стонать он. — Точно не получится. — Даже не сомневайся. Расмус молча отложил вилку и залпом выпил бокал вина. — Гроа сидела напротив и поглядывала на него с каким-то нетерпеливым ожиданием. — Что-то случилось? — он задержал на ней свои чистые глаза. — Нет, ничего, — она отвела глаза. — Ты сегодня останешься дома? — Не знаю. — Возможно, поеду в гарнизон. — Расмус, я постоянно одна. Наша ложа не знает твоего тепла еще с того момента, когда ветра несли золотую листву. — В стране идет война. — Расмус раздраженно поднялся, швырнув салфетку на пол. — О чем ты думаешь, женщина? — Думаешь, я не знаю, что ты развлекаешься с девицами в этом проклятом гарнизоне? — прошипела Гроа, сжимая края стола белыми пальцами. — Больше никогда не смей разговаривать со мной в таком тоне. — Расмус потемнело от гнева, и в комнате завитали легкие энергетические сквозняки. — Если бы мы знали, что вы принадлежите к роду ненавистных блэкторов, никогда, слышишь, никогда вы бы не переступили порог этого замка. — Но теперь я твоя жена, а ты все равно воюешь с моим отцом, — завопила Гроа, топая ногами. — А ты хотела, чтобы мы отдали ему мир холодных ветров и сели возле ваших юбок? — Расмус одним резким движением перевернул стол и вышел из комнаты. — Но если зелье не подействует, я вас уничтожу, проклятые ольвийки! — прошипела Гроа и вышла вслед за Расмусом. Часть 10. Мы с Дашкой не могли усидеть на месте, и как только Гэндалф разрешил нам пойти в свою комнату, рванули со скоростью российской ядерной боеголовки. Я не могла дождаться того момента, когда сниму проклятый лифчик, сдавливающий меня, как тугая уздечка, а Дашка натерла зад стрингами и недовольно шипела, обзывая гнусными названиями того проклятого придурка, который придумал это адское приспособление. Уже в комнате я вздохнула свободнее, избавившись от неприятного ощущения сдавленности, и легла на кровать, устроившись поудобнее. Немного полежу, а потом обмоюсь. Лежи! — Дашка покрутилась по комнате, разглядывая ее небогатое убранство. — Пойду-ка я на кухню, чего-нибудь пожевать раздобуду. — Не боишься? — Я тебя умоляю! — подруга хмыкнула. — Пока на мне эти трусы, я страшная сила. — Да сними ты их! — Ладно, приду, сниму. Дашка исчезла за дверью, а я долго пялилась в потолок, пока не задремала. — Будь проклят тот день, когда Гроа переступила порог этого замка! Расмус нервно расхаживал по оружейной комнате, а искра бесшумно сновала за ним. — Я не имею желания находиться здесь, — Магнус спокойно наблюдал за братом. — Сегодня за ужином я выпил лишь вина. Меня раздражает вид Глоа, она похожа на своего проклятого отца. — Пойду на конюшню, посмотрю, как там Вилден. У него слетела подкова. — Поедешь в гарнизон? — Конечно, единственное место, где можно отдохнуть. Магнус шел по коридору и думал о той весне, когда Глоа встретилась ему в саду, очаровав своими жгучими, черными глазами и ослепительной красотой. Два месяца счастья закончились жутким разочарованием. Дочь врага, пробравшаяся в его жизнь обманом, высокомерная и холодная. Его мысли резко оборвались, когда он увидел в щели при открытой двери спящую служанку. Загадочная особа. Он улыбнулся и тихо вошел в комнату, остановившись возле кровати. — Что ж ты скрываешь, мелкая мышь? Хотя у этой мыши были довольно симпатичные формы, Магнус изумленно разглядывал ее, спокойно спящую, с расшнурованным корсетом, из которого выглядывала ничем не прикрытая белая грудь. Он приподнял пальцами странную штуку, изготовленную из тончайшего кружева, с тонкими бретелями и двумя чашечками. Что это? Но взгляд его снова возвратился к ее груди, и Магнус почувствовал нарастающее томление. Он присел рядом со спящей девушкой, и его пальцы сжали округлое полушарие, такое теплое и нежное. Демон изумленно посмотрел вниз. Что происходит? Его голова закружилась от страсти. Девушка зашевелилась, и он отпрянул от нее. У него влечение к служанке. Нет, этого он не допустит. Магнус выскочил из комнаты и поднял голову, глядя в потолок. Глоа! Пришло время для супружеского долга. Все-таки она его жена. Расмус завернул в коридор, ведущий на кухню, чтобы покинуть замок не из главного входа, а уйти незамеченным, и сразу же увидел впереди женскую фигуру. Он остановился и принялся с удивлением наблюдать за ее странными движениями. Женщина сначала повиляла задом, что-то недовольно бурча себе под нос. Потом выгнула спину, повторяя. О, почему я их не сняла? Расмус узнал ее. Это была новая служанка, выдававшая себя за Альвику. Но что она делает? Тем временем она двинулась дальше, и Расмус даже немного скривился, представляя, как она сейчас упадет, споткнувшийся небольшой выступ, который был совершенно незаметен, и обычно прислуга пользовалась другим коридором, чтобы случайно не оступиться. Она завернула не туда. Твою ж мать! Расмус улыбнулся. Он подошел ближе и остановился, разглядывая интересную картину. Служанка стояла на коленях, уперевшись ладонями в пол. Юбка ее задралась на голову, и перед его глазами шикарно белел красивый зад. Расмус присмотрелся, и его брови поползли вверх. На ее теле выделялись три красные полоски, одна из которых исчезала между упругими ягодицами. Из-под юбки показалась рука, оттянула эту полоску, и женский голос глухо простонал. О-о-о! Демон захотел коснуться этой белой кожи, что он и сделал. Служанка вздрогнула и испуганно замерла. Расмус кипел. Он не понимал, что за обжигающая страсть охватила его. Нет, он не будет заниматься этим в грязном коридоре. Он даже не знает, кто она. Расмус отдернул руку и быстро пошел прочь, изнывая от желания вернуться. Часть одиннадцатая Как упала! Я хохотала, сидя на кровати и поедая курицу, которую принесла Дашка. Да так! А потом меня облапал этот чертов Расмус! Подруга вся блестела от жира и облизывала пальцы. Тут эти трусы натерли, а он со своими приставаниями. Почему растерялась? Удивилась я. Это же наша задача. Да я бы и не против была, хихикнула Дашка. Тем более его уже, видать, Виагра перла. Но он быстренько ручонки свои шалавливые убрал и смылся. Как так? А ты что? Что я? Коленки вытерла, трусы сняла и пошла дальше. Трусы-то зачем сняла? А вдруг бы вернулся? Захохотала подруга. Зад от них у меня красный, Жанка. Мы еще долго смеялись. Сидя на своих кроватях, пока огонек свечи вздрогнув не погас. Все, спать пора. Сделала вывод Дашка. И мы, забравшись под одеяло, весело и быстро захрапели, не подозревая о том, что под дверями притаилась дота. Сущее наказание на мою голову! От звука противного голоса Гендалфа мы подскочили на кроватях, испуганно тарящись на красного от злости волшебника. Ты чего орешь? Я швырнула в него тапком, и он заткнулся, возмущенно надувшись. Да как? Как вы смеете? Говори уже, чего явился! Дашка громко зевнула и вылезла из-под одеяла. Время сколько! Вы уже должны быть на ногах, и не носите на себе больше этого! Чего? Дашка посмотрела на свою шелковую пижамку. А если кто увидит? Он показал на наши чемоданы, стоявшие в углу. Вещи ваши принесли, а теперь быстро одевайтесь и в мои апартаменты. Тише, Гендалф, не кричи. Хорошо, что мы уже оделись, потому что это была Глоа. Женщина неслышно вошла в нашу комнату и стояла в дверях. Она выглядела с ног сшибательно, и к тому же ее глаза излучали радость и удовольствие. Я разрешаю им сегодня ничего не делать. Наведите порядок в мастерской, вам там еще работать. Она протянула мне ключ и, загадочно улыбнувшись, вышла. Неужели? Гендалф схватился за сердце и осел на стул. Неужели получилось? Конечно, получилось, буркнула я, вспоминая довольную улыбку Глоа. Как кошка после блюдца сметаны. Да нет, Дашка растянула губы в улыбке. Как после троих котов. Нужно было ей под юбку заглянуть. Под хвостом не подрали? Дарья! Воскрикнул Гендалф, выпучив глаза. Да что же это такое? Делать нам было нечего, и чтобы не пялиться зря в окно, мы с Дашкой пошли в мастерскую. Я лазила по ящичкам, а Дашка сидела на подоконнике и грызла яблоко. Вот они, герои-любовники, протянула Дашка. Собираются куда-то. Я посмотрела из окна и увидела демонов, выезжавших из замка. Завидно? Конечно. Подруга кого хочешь бы убила своей непосредственностью. Мужики-то они обалденные. Так подсуетись. Вместе будем суетиться. Дашка слезла с подоконника и тоже принялась шарить по закромам мастерской. Скукотища! Ни телевизоры, ни радио. Я заметила в углу тяжелого комода, ящик с разным барахлом, на котором было написано «Кассандра» отдать как явится. Я с любопытством принялась перебирать всякую ерунду, пока не увидела красивую бутылочку. Я достала ее, с интересом разглядывая загогулистую надпись на ней. Что это интересно? Соль Е номер девять. Дай гляну. Дашка открыла пробку и осторожно понюхала. Пахнет как классно. На вино что ли похоже? Она отхлебнула из нее и зажмурилась. Ммм, вкуснотища. Попробуй. Штука оказалась действительно очень вкусной. Мы вдули все, что осталось, и с ожирением запихнули бутылку обратно в ящик. «Это Кассандра как кинется», — я кивнула на надпись. «А бутылка пустая». «Да мы откуда знаем», — Дашка пожала плечами. «Ее до нас выпили». «Да, тогда ладно». Мы еще немного покрутились в мастерской и решили пойти к Гендалфу, как сказала подруга, подружиться с его хрустальными друзьями, что в переводе означало «догнаться». Гендалф встретил нас странно. Он встал, обошел сначала вокруг Дашки, потом вокруг меня, и его глаза вспыхнули странным огнем. «Клянусь, если бы передо мной был не древний старик, то я бы решила, что он заинтересован нами, ну, в сексуальном плане». «Ты чего?» — Дашка подозрительно наблюдала за ним. «Что-то ты мне не нравишься». «А вот вы мне наоборот», — прошептал он, и, подмигнув мне, вдруг ущипнул за зад. «Да ты обалдел, старый!» — я отскочила от него, недоумевая, что его укусила. Дашка даже рот раскрыла. «Ты ему виагры не давала?» — поинтересовалась я у нее на всякий случай. «Мне еще не хватало, чтобы за мной по замку дед со стоячей бородой бегал». «Ты что?» — подруга с улыбкой поглядывала на Гендалфа. «Ему сколько лет?» «Как говорится, сколько тряпочку ни крахмаль!» Гендалф перестал нам строить глазки и отскочил к окну. «Что происходит? Что вы наделали?» Мы с Дашкой переглянулись. «Ты что выпил, болезный?» — спросила я. «Ишь, как тебя разобрало!» «Лучше скажите, что выпили вы!» — запричитал он. «Ну как же я сразу не догадался! Этот запах!» «Что такое?» — Дашка наклонилась ко мне и принюхалась. «Фу, Жанка! Ну не пользуйся ты этими духами!» «Отстань!» «Что вы пили, женщины?» — рявкнул Гендалф. И мы испуганно уставились на него. «Воду пили!» — буркнула я. «Салье какое-то, номер девять!» «О, нет! Только не это!» «А что там было?» Дашка нервно сглотнула и понюхала себя. «А трава?» «Зачем? Зачем вы это пили?» Гендалф схватился за голову, но, увидев, что я направляюсь к нему, закричал. «Стой на месте! Не подходи!» Я застыла, обиженно хлопая глазами. Часть двенадцатая «Говорил же я Кассандре, чтоб забирала все из мастерской!» «Нет, оставила!» Гендалф, наконец, сжалился над нами и стал объяснять. В мастерской всегда орудовала старая ведьма Зота, но, когда в замке появились сестры Блэк, она напрочь отказалась варить для них какие-либо зелья. Они, конечно, угрожали ей, но Зота не боялась. Если бы они убили ее, мир холодных ветров остался бы без отличной лекарки и колдуньи. Нас ведь очень мало осталось. Современные альвы, конечно, имеют силы, но знаний у них нет. Знания предков постепенно теряются и покидают наш мир. Конечно, в этот раз демоны вмешались и приказали женам не трогать Зоту. Но ведьма обиделась и навсегда ушла в пещеры. А Кассандра — ее ученица, очень талантливая и хорошая девушка. Она еще долго приходила в замок, забирала вещи, принадлежавшие Зоте, пока... — Что? — прошептали мы в один голос. Кассандра была влюблена в Магнуса. Кто-то из служанок рассказал об этом Глоа. Сказали, что видели, как она варила приворотное зелье, чтобы околдовать демона. Глоа приказала засунуть ее в мешок и сбросить с обрыва. Солье номер девять — это ее изобретение. Если женщина выпьет это зелье, ее тело приобретает аромат, от которого мужчины сходят с ума, готовые идти за ней хоть на край света. Я знал, но не сказал сестрам об этом. Я думал, что Кассандра забрала все из мастерской. Видимо, я ошибался. — Так это же хорошо! — облегченно махнула рукой Дашка. — Немного мужского внимания нам не помешает. — Сколько вы выпили? — отчего-то взгляд Гендалфа меня пугал. — Бутылочку всего. — Могу вас заверить, мужское внимание вам обеспечено. Мы сидели в мастерской и слушали, как в коридоре Гендалф разговаривает с сестрами Блэк. — Девушки очень способные, — говорил он. — Поэтому нужно дать им возможность придумать что-то новое и действенное. Вы же успели убедиться в силе их зелья? — Да-да, конечно, — голос Гроа был спокойным. — Но нам нужно еще зелье. — После одного использования надо подождать неделю. — Как неделю? — Вот складно брешет, — улыбнулась Дашка. — Жалко, что придется здесь неделю сидеть. — Меньше нужно в рот тянуть, что попало. — Согласна. Тем временем Гендалф старательно уговаривал сестер на время оставить нас в покое, ведь передвигаться по замку мы не могли, и те нехотя согласились, предупредив его, чтобы к концу недели какое-нибудь зелье было готово. Когда они ушли, волшебник заговорил с нами через двери, не желая к нам приближаться. — Вы меня слышите? — Что? Нанюхаться боишься, старый? — съязвила я, но к дверям подошла. — Говори уже. — Я вам сейчас записку под дверь засуну. Исполните все, что там написано. — Давай. Послышалось тихое шуршание, и из щели показалась сложенная в четверо бумажка. Дашка подняла ее и, прочитав, засмеялась. — Вот черт старый. — Что там? — Говорит, что нужно воспользоваться тем, что мы такие теперь возбуждающие, и отправиться в гарнизон. — Чтоб нас там весь гарнизон нюхал, — я поежилась. — Не поеду я туда. — На, сама почитай. Я взяла бумажку и прочла. — Сегодня вечером вы отправитесь в гарнизон к Магнусу и Расмусу. Испив с Олье, вы будете желанны демонам, как никогда. Вас вывезут из замка, замотанных в материю, пропитанную соками ландыша, чтобы никто из мужчин не соблазнился. Братья находятся отдельно от воинов, так что вы сможете спокойно исполнить задуманное. Ни о чем не беспокойтесь. К утру вы будете в замке. Но есть одно условие. Демоны не должны знать, кто вы. Начнем их соблазнение умело. — Ой, как интересно! — Дашка захлопала в ладоши. — Я так рада, что наконец сегодня произойдет нечто удивительное. — Да знаю я, чему ты рада, — буркнула я, не разделяя ее оптимизма. — Не забудь стринги надеть. Зад натрешь, Расмус на него подует. Когда стемнело и в окна стало бить метель, Гендалф принес нам длинные и широкие куски материи, в которые мы завернулись с головой. Нас сразу же подхватили на руки и понесли по длинным коридорам замка. Когда я ощутила холодное дыхание зимы, поняла, что нас вынесли на улицу. Через минуту мы уже тряслись в какой-то колымаге, подпрыгивая на каменной мостовой. — Куда? — грубый мужской голос прозвучал неожиданно, и мы остановились. — Везем женщин в гарнизон. — А, это дело хорошее, — стражник засмеялся. — Но если об этом узнают сестры Блэк, вам не поздоровится. — Надеюсь, брат, это останется нашей тайной. — Конечно, я не хочу, чтобы меня повесили или перерезали глотку. — Счастливого пути! — Спасибо! За нами раздался скрип ворот, и я услышала, как воет ветер, бросая пригоршни снега на крышу нашей колымаги. — Я так волнуюсь! — прошептала Дашка. — Надеюсь, все пройдет нормально. — Я бы особо на это не рассчитывала. — Я боялась и хотела напугать Дашку, чтобы она не сияла, как неоновый светильник. — Может, они извращенцы какие-то, тем более они не люди. — Ну, нафига ты такое говоришь? — заныла подруга. — Жанка, не порт мне настроение. — Ладно, не дрейфь! — смилостивилась я. — Тем более с нами вполне интересные вещи. — Электрошокер, газовый баллончик, упаковка снотворного и гуталакс. — Гуталакс! — пробубнила Дашка, загибая пальцы. Я медленно повернулась к ней. — А гуталакс зачем? — Не знаю, — подруга пожала плечами. — Ну, мало ли. Мне даже страшно было подумать, что происходит в голове у Дашки, и я решила, что буду думать о предстоящей встрече, иначе сойду с ума, представляя, для чего можно использовать снотворное и гуталакс. — Да он у меня в кармашке валялся, — оправдываясь зашептала Дашка, словно прочитав мои мысли. — Я же не спрашиваю, зачем тебе полаптеки в сумке. Там все нужное. И мне нужное. Часть тринадцатая. Тут нашу колымагу основательно встряхнуло, и мы услышали мужские голоса и смех. — Эй, нам девушек не захватили? — У вас есть свои девушки, — крикнул им в ответ наш возница. — Ну, сравнил. Для братьев же выбирают самое лучшее. Вот как станешь правителем мира холодных ветров, так и будешь заказывать. Захохотал возница, и колымага остановилась. — Ну что ж, — прошептала Дашка. — С Богом. — По-моему, привезли женщин. Магнус со скучающим видом рассматривал шахматные фигуры, которые расставлял на доске брат. — Не уверен, что сегодня мне это нужно, — ответил Расмус. — Вчерашняя ночь, проведенная с Гроа, оставила у меня неизгладимое впечатление. Его брови иронично изогнулись, а Магнус изумленно посмотрел на него. — Как? Ты вчера мял простыни с Гроа? — Да, не понимаю, как это вообще могло случиться. — Ты знаешь, этот вопрос меня тоже мучает. Магнус задумчиво постукивал пальцами по доске. У меня вчера тоже был всплеск страсти. Это какое-то зелье, Расмус. Клянусь бородой их вонючего папаши. — Ты думаешь, сестрицы решились на колдовство? Расмус гневно сверкнул глазами. — Им это не сойдет с рук. Если отправить их обратно к папаше Блектору, то война развяжется с новой силой. Пока сестры наши жены, эта возня будет на уровне уличных драк. Но если выкинуть их из замка, они обязательно воспользуются ларцом силы, и тогда нашу страну начнут рвать на куски, выпущенные из него адские монстры. Магнус повертел в руках фигурку Белой Королевы и с хрустом сломал ее. — Я до сих пор не могу понять, как он оказался у них в руках. Расмус поднялся и сжал спинку кресла. — Пора с этим кончать. К концу недели ларец должен быть у нас. В дверь постучали, и Магнус нервно откликнулся. — Кто там? — Господин, привезли девушек. — Отведи их по спальням. — Смотреть будете? — Нет. Расмус неспеша подошел к своей спальне и открыл дверь. Темнота. Он насторожился, но сразу же расслабился, почувствовав нежный женский аромат без примеси страха и опасности. — Не нужно света. Приятный голос немного приподнял его настроение. — Пусть все будет в темноте. — Ты стыдишься чего-то? — Расмус улыбнулся в предвкушении. — Если бы я стыдилась, стояла бы сейчас в твоей спальне. Хриплый смешок обласкал его уши, и он направился к расплывчатому силуэту возле окна. Запах этой женщины сводил с ума. Расмус видел контуры ее тела с высоко поднятой грудью, и чем ближе подходил, тем больше воспламенялся. Он положил руки ей на талию и ощутил нежную кожу. Женщина была обнажена. По его пальцам скользнули прохладные пряди ее длинных волос, и он, нагнувшись, поцеловал ее в шею. — Ты так восхитительно пахнешь! — прошептал он, не понимая, почему этот едва уловимый запах заставляет его дрожать от возбуждения. — Ты тоже! — прошептала женщина и прикоснулась к его губам, встав на носочки. Этот нежный поцелуй сразу же перешел в яростный взрыв страсти. Расмус не удержался и, как сопливый юнец, застонал, чувствуя ее язык. Он подхватил ее на руки и отнес к кровати, удивляясь, как эта маленькая женщина смогла воспламенить его одним голосом и запахом. Он скинул с себя одежду и прижался к ней, ощущая, какая она мягкая и как быстро бьется ее сердце. — Ты боишься меня? — Нет, — ответила она, и вдруг оказалась на нем сверху, окутывая длинными волосами. — Я не боюсь, я хочу тебя, демон! Расмус почувствовал, как она сжимает его ногами. Вот эта женщина! — Кто ты, милая? — Твоя мечта, демон! Он сразу заметил, что на кровати кто-то лежит. Сумрачный свет из окна, мигающий от факелов, с которыми ходили воины, слегка окрашивал стены в красный цвет. Магнус сразу ощутил сладкий и волнующий запах, исходящий от женского тела, и глубоко вдохнул, думая о том, что никогда его так не притягивал аромат. Он подошел к кровати и присел рядом с обнаженным телом. Погладив нежный, вздрагивающий живот, Магнус навис над женщиной, пытаясь разглядеть ее лицо. Ты потушила свет, любишь играть? Тайна всегда желаннее реальности. Магнус тихо засмеялся. — Хорошо, пусть это будет тайной. Запах наполнял его всего, кружил голову, и Магнус прижался к трепетному телу, погружаясь в удовольствие. Часть четырнадцатая Нас с Дашкой снова вынесли из казармы и усадили в Колымагу. Небо на горизонте начинало сереть, и спать хотелось ужасно. Дашка куняла носом, да и я тоже засыпала на ходу, даже разговаривать не хотелось. Колымага размеренно тряслась по ухабам, как вдруг резкий окрик вывел нас из состояния транса. — Стой! — мы с Дашкой проснулись и принялись прислушиваться к тому, что происходило снаружи. Возня, сдавленные крики и хрипы — все это навевало довольно нехорошие мысли. Дашка приоткрыла дверцу и выглянула наружу. — Там какие-то мужики в масках. По-моему, наших сопровождающих убивают. — Как убивают? — я тоже полезла к дверце и приглушенно ахнула. — Что же делать? Может, попробуем сбежать? Я покосилась на подругу. — Куда? Они на лошадях! Грубый голос раздался совсем рядом. — Сейчас я посмотрю, кого возят в гарнизон, пока мои дочери сидят в стенах замка. Мы с Дашкой уставились друг на друга и прошептали. — Блэктор! Это было неожиданно и страшно. Сейчас он увидит нас, и это выльется в большие проблемы. Если он и его спутник не изнасилуют нас прямо в этой колымаге, нюхнув этой проклятой штуки, которую мы с Дашкой выжрали накануне, то обязательно прибьют его доченьки, узнав, кого возили к их мужьям. Дверь распахнулась, словно в замедленной съемке, и как только бородатая морда заглянула внутрь, я, не жалея пальца, надавила на кнопку газового баллончика. Бородатый заревел, схватившись руками за лицо, а Дашка трещала в него электрошокером, пока я не одернула ее. — Ты его убьешь сейчас! В это время показалось лицо второго мужчины, и все мои уговоры пошли на смарку. Дашка со зверским лицом прижала электрошокер к его животу, и он затрясся под веселый треск. Потери врага были очевидными. Бородатый лежал на спине, раскинув руки, но, слава богу, живой, а его товарищ так и повис на дверце, раскачиваясь на ней с приятным скрипом. — Ну все, теперь нам точно трындец! Дашка осматривала поле боя с видом победителя гладиатора. — Мы и так тут дел наворотили. Демоны с этим! Она его пихнула ногой. Столетиями воюют, а мы и тут по шустрику разобрались. Я пошарила у них по карманам, справедливо считая, что имею право на правах победителя, и нашла золотые денежки, которые сразу же положила себе в сумку. — Кольца снимать будем? — деловито поинтересовалась Дашка, и я кивнула. — Даже если домой вернемся, продадим. Чего добру пропадать? Я подошла к лошадям, вялощипающим, выглядывающим из-под снега жухлую листву, и принялась осматривать сидельные сумки. — Ну что там? — Дашка кряхтела, стягивая с пальца бородатого крупный перстенек, уперевшись ему ногой в бок. — Пока ничего интересного. Я выудила из сумки маленький мешочек с овсом, немного сахара, и тут нащупала что-то твердое. Это была парчевая ткань, в которой лежала старая шкатулка. Я ее повертела в руках, но открыть не смогла, и только хотела засунуть обратно, как увидела свернутый листок бумаги. — Дашка, Дашка! — Чего? — подруга покраснела от натуги, и была похожа на сватью бабу-бабариху. — Слушай, дорогие мои дочери, Гроа и Глоа, Ларец силы я пошлю с посыльным, как только доберусь до замка Гендалфа. Этот старый пень даже знать не будет, что такая вещь находится у него под носом. В замке есть мои люди, они и привезут Ларец к вам. Надеюсь, он вам понадобился для хорошего дела и победы вашего отца над Магнусом и Расмусом. Будь они прокляты! Надеюсь, ваши женские сердца и остальные органы не поддались искушению любви к этим братьям из преисподней. Ваш любящий папочка Тим Блэктор. — Ну, нифига себе! Дашка, наконец, бросила руку Бородатого и, потеряв кольцо, о себя положила его в карман. — И где Ларец? — Вот! — я показала ей шкатулку. — Эта хрень облезлая! Ларец силы! — Ну да, только что с ней делать? — Ладно, разберемся. Дашка косилась на лошадей и мне поплохело. — Я на лошади не поеду. — Пешком пойдешь? — огрызнулась Дашка. — Я по полю наугад. — Ничего там страшного нет. Скок-скок и дома. Начавшийся снег забивался в рот и глаза, когда Дашкина скок-скок превратилась в бешеный голок. Я орала, как сумасшедшая, упав на черную лошадь, и краем глаза видела, как великая наездница скок-скок и дома вопит с выпученными глазами, вцепившись в бедную лошадку. Кони, отвязанные от колымаги, по привычке неслись домой, к замку, и вся наша надежда была лишь на то, что они не скинут нас на землю. — Стой! Стой! Я разодрала слепленные снегом веки и увидела, как какой-то мужик на лошади останавливает Дашкиного коня и тут же почувствовала, как крепкая рука хватает по воде моего. — Мы от Гэндалфа! — прокричал он сквозь ветер, и я успокоилась. — Что случилось? Часть пятнадцатая. Лошади пошли потише, и я облегченно вздохнула, мысленно похвалив себя, что мы с Дашкой не выкинули тряпье, пропитанное ландышем. — Наших сопровождающих убили, — ответила я. — А Гэндалф откуда знает? Хотя... Вы видели, кто это был? — Нет, — сказала я, заметив, как Дашка моргает мне обоими глазами. Это были какие-то разбойники. — Как вы спаслись? Взгляд мужчины был удивленно подозрительным. — Нам повезло! Дашка чуть не плакала. — Навстречу ехали всадники. Разбойники испугались и убежали. Звучало, конечно, тупо, но проверять наши слова вряд ли кто-то будет. А верить или нет, это их личное дело. Когда нас провели в замок, избегая любопытных глаз, и мы оказались в комнате, Гэндалф появился моментально, словно стоял за дверью. Я сразу понял, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Он с любопытством разглядывал нас. Только не снимайте с себя это. — Как ты узнал? Дашка маялась в этом надоевшем мешке, да и я хотела побыстрее от него избавиться. — Я волшебник, — возмутился он. — Зеркало у меня есть специальное. — Как все прошло? — Отлично, — я почесалась. — Все было в тайне. Теперь можно раздеться? — Можно, — недовольно буркнул Гэндалф. — Сейчас вам горячую воду принесут. Потерпите. Он вышел, а Дашка сморщилась. — Он что, подробностей хотел? — Не знаю, как он, а я хочу, — я подмигнула Дашке. — Потрогать дали? — Мало того, — подруга скопировала одесский говор. — Даже трогали сами. Намывшись в горячей воде и вдоволь насплетничавшись, мы улеглись в кровати и принялись вяло переговариваться. — Интересно, что дальше этот Гэндалф придумает? — Дашка задрала ногу на ногу и мечтательно ею раскачивала. — Скорей бы. — Запала на блондина? Я сама, кстати, была не против еще одной встречи с Магнусом. — А то сказка, а не мужчина. Я бы отпраздновала. — Вот только не надо, — я засмеялась. — У тебя всегда найдется повод отпраздновать. Пошли к Гэндалфу. — А почему нет? — подруга резво поднялась. — В замке тихо, все спят. Чего время бесполезно проводить? Но к нашему величайшему недовольству дверь в апартаменты волшебника была заперта. — Старый, небось, от нас опечатал, — зло прошипела Дашка, стукнув по дверям ногой. — Но ничего. — Да тут что, больше выпить негде. Пошли прошвырнемся. В замке действительно было тихо и холодно. Каменные коридоры, темные и овиваемые сквозняками, абсолютно нас не пугали. Грядущее веселье не шло ни в какое сравнение с этими мелочами. Дашка приоткрыла тяжелые двери, ведущие в какую-то комнату, и заглянула внутрь. — Осторожно! — прошипела я. — Вдруг там кто-то есть? — Нет там никого. Подруга нырнула в темноту, а я за ней следом. Комната оказалась явно мужским убежищем. Стеллажи с книгами, оружие, щиты на стенах. Возле окна стояли два деревянных кресла, а посередине — столик с шахматами, фигурки которых слегка светились в полумраке. Дашка громко загремела графинами, и я поняла, что огненная вода найдена. — Так и спиться можно! — я облизнулась и заглянула через подруги на плечо. — Спиться можно везде! — сделала вывод Дашка, и я согласилась. За окном шел снег, а внутренности приятно грела, выпитая. Мы с Дашкой сидели в креслах и играли в шахматы. Хотя играли — это, конечно, было громко сказано. Так, дурочку валяли. Графинчик основательно опустел, и было довольно весело до того момента, пока подруга не вылупилась в окно, хватаясь за сердце. — Братаны приехали! Мы вскочили, шахматы рассыпались по полу, мое кресло рухнуло, Дашка разбила графин, но самое ужасное было впереди — дверь не открывалась. — Почему она не открывается? Мое сердце готово было выскочить из груди от страха. — Не знаю! — Дашка так дергала за ручку, что крепкая дубовая дверь возмущенно стонала под этими рывками. Я завертелась на месте, пока мой взгляд не наткнулся на шкаф. — Огромный, красивый шкаф! — Дашка, в шкаф! — Сначала убрать нужно! Подруга принялась подгребать осколки графина под стеллаж, повизгивая от страха. Демоны отдали поводье лошадей конюхам и направились к замку. — Посидим за шахматами, — предложил Расмус. — Выпьем чего-нибудь. — Я не против. Тем более мне есть что рассказать. Магнус улыбнулся белоснежной улыбкой. — Ты о ночных приключениях? — Расмус тоже развеселился. — Могу тебе сказать, это приключение взбодрило меня. Такого я давно не чувствовал. Завтра же нужно узнать, кто эти прелестные незнакомки. — А какая таинственность! Прелесть какая! Магнус легко повернул ручку двери, и демоны вошли в комнату. Он взмахнул рукой, и в камине вспыхнул огонь, озаряя окружающие их предметы. Расмус чувствовал себя как-то неуютно, но, отогнав это неприятное чувство, сел в кресло. — Я устал. — Но вряд ли бы отказался от страстной незнакомки, — засмеялся Магнус, выбрав из ряда графинов один с коньяком. — Странно, графин с виски исчез. — Может, закончился, — предположил Расмус. — Слуги и убрали. Наполнят и поставят на место. — Вчера он был полным. Да и черт с ним. Магнус разлил коньяк по бокалам и тоже уселся в кресло. — Кто привозит женщин в гарнизон? Так же, как и раньше старый Свифт? Часть шестнадцатая. — Да, единственный, кто может держать язык за зубами. Завтра я скажу ему, чтобы он снова привез вчерашних дам. Расмус хрипло протянул. — Такие женщины мне не попадались никогда. — О да! Магнус выпил и мечтательно произнес. — Пламенная, страстная, вкусная, настоящая. Мне кажется, она прекрасна, как роза. — Ты знаешь, мне кажется, что я до сих пор чувствую ее запах, — сказал Расмус. — Наверное, еще мое тело пахнет ею. — Да, этот аромат, — воскликнул Магнус, и тут, в тишине комнаты, раздался громкий чих. — Я сразу почувствовал здесь чье-то присутствие. Расмус приблизился к шкафу. Но отогнал от себя эти мысли. Кто смеет прятаться здесь? С этими словами он распахнул дверцу, и его брови подскочили вверх. В шкафу, разделенном небольшими отсеками, в самом низу, скорчились две фигурки. — Вот так встреча! Подошедший Магнус схватил меня запрять волос и выволок из шкафа. И что мы ищем в этом шкафу? В этот момент Дашка исчезла, видимо, от испуга, но ненадолго. Расмус поймал ее возле стола и слегка встряхнул. — Со мной эти шутки не пройдут. Только попробуй еще раз. Я сильно пожалела, что запах солье из нас благополучно выветрился. Сейчас Магнус не трепал бы меня за волосы, а... — Ты что, мечтаешь, что ли? Его окрик привел меня в чувство. Я спрашиваю, что вы здесь делали? — Сидели, — ответила я и пожала плечами. — Холодно в замке. Судя по его лицу, он бы меня прибил, но демон лишь скривился, словно таракана увидел. И я спрашиваю в последний раз, что вы делали в шкафу? — Это недоразумение, — поспешно заговорила Дашка, поглядывая на Расмуса. — Мы зашли сюда из любопытства. Разбили ваш графин, — она ткнула пальцем под стеллаж. Испугались и спрятались. Расмус заглянул под стеллаж и извлек оттуда осколок. — Звучит правдоподобно, но почему-то я вам не верю. Вы явились непонятно откуда. Ведете себя странно. Завтра же Гендалф объяснит нам все. А теперь марш отсюда. Магнус сжал мою руку и прошипел. — Не попадайся мне на глаза. Он вдруг резко нагнулся ко мне, и ноздри его затрепетали, словно демон учуял запах. Но, встряхнув головой, Магнус отошел. Мы с Дашкой быстренько посеменили бочком к выходу, и дверь, конечно же, свободно открылась. Но стоило нам шагнуть в коридор, захлопнулась и поддала нам под зад, так, что мы рухнули на пол. Слышала, как он сказал? Я довольно улыбнулась, потирая пятую точку. — Пламенная, вкусная, настоящая. — Ага, особенно только что, — прыснула Дашка, когда в шкафу сидела с выпученными глазами. — Прекрасная, как роза. — Вот все испортишь. — Да ладно, я пошутила. Они и завтра хотят. Ура! Дашка принялась танцевать ламбаду, кочевряжась по коридору. — Пусть шумит волна, пусть играет прибой, сколько в музыке этой огня. Я хочу всегда танцевать лишь с тобой, пригласи на ламбаду меня. Гендалф долго и нудно рассказывал нам о том, что мы неуправляемые, бесцеремонные, и от нас только беды. Оказывается, демоны ему уже надавали с утра, и теперь этот Мерлин бесился. — Что это за выходки? — орал он, топоча ногами. — Вы дождетесь, что я вас запру. — Только попробуй, — вызверилась Дашка. — Я тебе бороду по волоску выдергаю. — Ну, хватит, хватит! — он устало присел. — Вы же все испортите! — А братья-то и сегодня нас ждут. Я решила его немного успокоить. Так что все идет по плану. — Откуда вы знаете? — встрепенулся волшебник. — Слышали? — О, как хорошо! — он действительно обрадовался. — Но мне еще ничего не говорили. — Скажут, не волнуйся! Гендалф ушел дожидаться гостей из гарнизона, а мы достали ларец силы и принялись ковырять крышку. — Ну, как он открывается? Я вертела его, но ни одного отверстия не видела. — Ерунда какая-то! — Наверное, есть какой-то секрет. Дашка даже подула на него, а потом потерла. — Может, оставим до лучших времен? — Ладно, давай лучше собираться. У нас свидание сегодня с демонами. Дашка сразу поменялась в лице, запела песню и принялась выщипывать брови. Но отличное настроение нам подпортила Дота. Она осторожно вошла в нашу комнату и зло прошипела. — Теперь понятно, почему вы не работаете. Вас здесь для утех держат. Ну, ничего, хозяйки к вечеру вернутся, я им все расскажу, и Гендалф вам не поможет. — Только попробуй, — Дашка показала ей кулак. — Посмотришь, что потом будет. — Не страшно, — она крутнула юбкой и вышла. — Вот черт! Подруга уперла руки в бока. — Точно к утру нас прибьют. — Не дрейфь! Я была настроена решительно. — Моему свиданию ни одна дрянь не помешает. Я порылась в ее сумке и выскользнула в коридор. Завернув в проход, ведущий на кухню, я аккуратно заглянула в щелку. Дота самодовольно сидела за столом, попивая из большой кружки. Вот она встала, помешала что-то в большой кастрюле и полезла в кладовку. Я открутила крышечку на флакончике, зашла на кухню, выдавила значительное его содержимое в кружку и быстренько ретировалась. Уже за дверью я улыбнулась и словно в рекламе радостно произнесла «Гуталакс утром, стул вечером». Часть семнадцатая Не знаю, как она выбрала момент между стульями, но появилась Дота в нашей спальне ближе к вечеру. — Что вы со мной сделали? — кричала она громко, но бурчание в ее животе было все равно слышно. — Ведьмы! — Но ты же сомневалась? — я пожала плечами. — Пойдешь к сестрам — будет хуже. Выбирай сама. — Я не пойду! Помогите! — Дай ты ей что-нибудь! — шепнула мне Дашка. — А то я волнуюсь. — У тебя как там? Держится? — обратилась она к Доте, и та покрылась красными пятнами. Я вздохнула и полезла в аптечку. — На, выпьешь две! Не поможет, еще придешь! Дота схватила таблетки и удивленно уставилась на них. — Что это? — Колдовские шарики! — пробурчала Дашка. — Отсрачки! — Время нашей поездки приближалось. Солье уже не действовало. Да и взять его было негде. Мы с Дашкой для этого постарались. Пришлось обходиться своими силами. Духами французскими, кремами швейцарскими, шампунями немецкими. Ну и Дашка, как дурень со ступою, носилась с виагрой. Гендал впримчался довольный. Наши слова подтвердились. Демоны ждали нас в гарнизоне. Волшебник суетился, бегал вокруг нас, обнюхивал и удивлялся. — Какой запах! Что это? — Классика! Дашка горделиво повела плечом. — Шанель! — Кто же придумал эту Шанель? — Женщина! — Наверное, хорошая травница была. Гендал впричмокнул губами. С Дотой что-то приключилось. Уборная на улице трещит. Уже солдаты боятся подходить ближе. Странно. — Ничего пройдет! Я хотела смеяться, но сдерживала свой порыв. — Может, скушала что-то? В этот раз мы знали, куда едем и что получим, поэтому настроение было отличное. Дашка, конечно, сумку свою не выпускала, переживая, чтобы на нас никто не напал, безоружных. Дорога казалась длиннее, чем в первый раз. Я нервничала и думала о том, что Магнус захочет увидеть меня при свете дня. Тогда наша тайна будет раскрыта. — Я волнуюсь. Мое сердце ожидает встречи. Расмус гладил лису, которая прижимала уши от удовольствия. — Я никогда так не желал женщину, тем более гулящую. — Ты ошибаешься. Магнус кинул искре кроличью лапу. Старый Свифт сказал, что эти женщины особенные. — В каком смысле? Расмус повернулся к брату. — Не знаю, но старик еще в первый раз сказал конвойному, что эти женщины на вес золота. — Интересно, — Расмус посмотрел в окно. — Вокруг нас творятся странные вещи. Наши дамы приехали. Магнус вошел в спальню, зная, что его ожидает женщина, которая свела его с ума прошлой ночью. Она ждала его снова обнаженная и дрожащая от предвкушения ласк, и это еще сильнее возбуждало его. — Ты приехала? — Я не смогла бы не приехать. Голос с легкой хрипотцой задел его сердце, закаленное войной и смертью. — Я принадлежу тебе. — Правда? Он схватил ее и прижал к себе. Ты позволишь мне посмотреть на тебя? — Давай сохраним тайну. — Пока. Она положила голову ему на грудь. — Хотя бы эту ночь. — Хорошо, но только эту. Я хочу знать, кто ты. Я хочу подарить тебе все. Золото, дом, любовь. — Да, мой демон, завтра. Расмус не хотел ждать. Он швырнул ремень на пол, туда же полетели сапоги и рубашка. — Ты ждешь меня, моя наездница? — Только тебя, мой жеребец. — Да что же ты за женщина! Расмус прикоснулся к ее телу и прижался к животу, вдыхая сладкий, незнакомый и непонятный запах. — Что ты делаешь со мной? — Просто люблю тебя, демон. — Просто люблю. — Мы хотели покинуть замок еще засветло, осторожно выскользнув из спален спящих братьев. Гэндалф предупредил нас, что нужно уйти раньше, чтобы, не дай бог, не попасть в руки Блектера, который после того происшествия вполне мог организовать засаду. Мы и сами думали об этом, ведь Гэндалф не знал, что у отца-сестер для этого была и еще одна причина, кроме той, чтобы отомстить нам за увечья. Ларец силы. Но выйти нам не удалось. Громкие крики солдат и ляск оружия застал нас врасплох. — Нападение! На нас напали! — Этого еще нам не хватало! — Дашка потянула меня за руку, и мы вовремя спрятались в едва заметной нише с канделябром. По коридору шло несколько мужчин, впереди которых был Блектер. — Найти женщин! Обыскать каждый угол, каждую щель! Часть восемнадцатая Мы испуганно прижались друг к другу, слыша, как за стенами замка развернулся настоящий бой. Наверное, Магнус и Расмус тоже там, отбиваются от нападающих и даже не представляют, что Блектер пришел за нами. Мужчины прошли мимо, звеня шпорами, высекающими искры из каменного пола, и мы облегченно вздохнули, но сразу же запищали от ужаса, когда меня за руку схватили костлявые пальцы. — Тише! Не орите! Сейчас услышат, попадетесь, как куропатки в селки! Из темноты показалось сморщенное женское лицо, обрамленное спутанными седыми волосами. — Не бойтесь! Я Зота! Гэндалф рассказывал обо мне. — Ведьма из пещер! — прошептала я, и по моей спине поползли мурашки от ее колючего взгляда. — Значит, рассказывал, — ведьма выглянула из ниши. — Пойдемте, я вас выведу. Мы прошли за ней несколько метров, и старуха, потянув за подсвечник, открыла перед нами узкий проход в стене. Сзади послышались громкие голоса, и углы стен окрасились красным от цвета факелов. — Заходите, быстро! Мы протиснулись в проем, и он с тихим шорохом закрылся за нами. Зота привела нас в свою пещеру, находящуюся в лесу неподалеку от гарнизона. Посреди небольшого каменного кармана горел костер, стены были завешаны травами, а в углу, на толстых древесных корнях, сидела большая сова. — Блектор ищет вас неспроста! — Да, старая ведьма помешала булькающая варева в котелке, вещащем над костром. — Я подозреваю, что ему от вас что-то нужно, и вряд ли это обида за то, что вы наставляете рога его дочкам. Он не рискнул бы нападать из-за этого на гарнизон. — Вы знаете что-нибудь о ларце силы? — спросила я ведьму, и она пронзительно посмотрела на меня. — Ларец этот скрывает в себе тайны и магию вселенной. Его можно открыть три раза, и с каждым разом открывающий его получает силу. Но и открыть его можно только три раза в год. Сестры открыли его и получили немного из его тайн, но этого мало, и они должны сделать это еще раз завтра ночью. Зота немного погрустнела. — Если бы была жива моя Кассандра, она обязательно бы что-нибудь придумала и не позволила бы им. А я слишком стара. — Кассандра ваша ученица? — осторожно спросила я. — Кассандра моя дочь, — глухо сказала ведьма. — Ее убила проклятая Глоа за любовь к Магнусу, о которой он даже не знал. — Нам очень жаль, — сказала Дашка. — Жаль, что она ушла. — Она не совсем ушла, — ведьма улыбнулась. Теперь она находится постоянно с братьями, помогает им. — Но как? — воскликнула я. — Вы оживили ее? — О, нет! — Зота грустно приподняла седые брови. — Этого не может никто. Но я вернула ее. — Кто же она? — в один голос спросили мы. — Искра. — Мы сперли у Блектора ларец силы, — решительно сказала я. — Зота внушала мне доверие. — У вас ларец силы? — ведьма изумленно посмотрела на нас. — Но как вам удалось? — Да пустяки! — в голосе Дашки звучало смущение, но не без ноток гордости. — И где же он? — В замке. Мы там в служанках ходим. — Его же могут найти. — Никто не знает о нем. Даже демоны не знают, кто мы. — Две наши встречи были тайными, и Магнус с Расмусом не видели наших лиц, — сказала я. — А Тим Блектор видел? — Ну, да, когда он напал на нас в поле. — Значит, если он появится в замке демонов, то узнает вас? — спросила Зота, задумчиво глядя в костер. — Насколько я понимаю, вряд ли Блектор появится там, — Дашка посмотрела на ведьму. — Да, если не одержит победу над братьями. Мое сердце сжалось от боли и нехороших предчувствий, только не это. — Что же делать? — Не переживайте, мы что-нибудь придумаем. Она вдруг замолчала и резко повернулась к выходу из пещеры. — Ты и так уже много придумала, ведьма. Мы с ужасом увидели Тима Блектора в окружении охраны. — Ведьму убить, а женщин связать и отвезти в мой замок. Нас потащили к выходу, и последнее, что я увидела, — презрительный взгляд Зоты, над которым занес меч один из мужчин. Я болталась на лошади, как куль с мукой, со связанными руками и ногами. Голова кружилась от неудобной позы, и желудок подступал к горлу. Сквозь стук копыт я слышала, как орет Дашка. Она то ли материлась, то ли пела песни, хотя в Дашкином случае это было одно и то же. Хорошего ожидать не приходилось, и я, несмотря на тошноту, думала о нашем незавидном будущем. Когда всадники остановили лошадей и стащили нас на землю, я уже замерзла основательно и еле перебирала ногами, стараясь не упасть при быстрой ходьбе. Солдаты, одетые в кожу, были напрочь все бородатые и здоровые, с грубыми руками, которыми они нас пихали и толкали вперед. — Да что вы, как медведи! — Дашка начала легаться, но ее быстро успокоили, наподдав подзатыльников. Она обиженно замолчала, но, зная Дашку, я была уверена, что она обязательно вычудит какую-нибудь гадость. Вопреки моим предположениям, нас не кинули в подвал и не принялись пытать, а просто втолкнули в большую комнату и заперли. — Как ты думаешь, что нас ждет после того, как ты выпендюрила в него электрошокер? — поинтересовалась я у Дашки. — А? — То же, что и тебя, после того, как ты залила ему глаза перцовым газом. Мы уселись на стулья, стоявшие у стены, и уставились на дверь. — Мне жаль, Зото. — И мне. Часть девятнадцатая. Расмус вытер меч от крови и осмотрелся. — Наши потери незначительны. Блэктор ушел. Надеюсь, женщины успели покинуть замок. Магнус снял с волос шнурок, удерживающий их в хвосте. — А что это за экипаж стоит? Расмус подозрительно прищурился. — Это не собственность гарнизона. Они приблизились к нему и заглянули внутрь. — Откуда он? — Я привез в нем женщин. Демоны резко обернулись и увидели мужчину, виновато склонившего голову. — Когда на гарнизон напали, я спрятался, а женщины так и не появились. — Обыскать замок! — выкрикнул Магнус. — Каждый угол! Мокрый нос коснулся его руки, и он посмотрел вниз. — Искра, что? Лисица звертелась на месте, тявкнула и, отбежав в сторону, замерла, глядя на него черными глазами. — Что ты хочешь? Она подбежала к воротам и снова тявкнула. — Расмус, Искра зовет нас куда-то! Демоны запрыгнули на лошадей и поскакали, забежавший по снегу лисой. Мы подскочили, когда в комнату вошел Блектор, разглядывая нас из-под кустых воровей. — Так вот, значит, кто спит с демонами за спинами моих дочерей! Он обошел нас несколько раз и, остановившись позади, прошипел. — Где ларец, сучки? Меня возмутило такое обращение, а Дашку и подавно. — Это кто, сучки? — завопила она. И вдруг наступило ему на ногу со всей дури, а дури в ней было немало. — Ах ты, дрянь! — завопил Блектор, хватая Дашку за волосы. — Я сейчас вас убью, раздеру! Я вцепилась зубами в его руку и тут же получила по шее, отчего взвыла и снова вцепилась ему в руку. И тут громкий рев потряс замок, который слегка завибрировал. Мы замерли, а Блектор кинулся к окну. — Что? Это невозможно! Жуткий рев снова взорвал воздух. — Етун! — завопила я и, оттолкнув офигевшего Блектора, открыла окно. — Етун! К моему величайшему удивлению он был не один. Сотни огромных троллей штурмовали замок. Блектор опомнился и, прошипев какое-то проклятие, кинулся вон из комнаты. Мы с Дашкой высунулись из окна и принялись орать, как дуры, привлекая внимание Етуна. Он увидел нас и заревел. — Ам-ам! Ам-ам! — Давай, мой хороший! — вопила Дашка. — Все, что видишь, можешь смело! Ам-ам! Я свесилась с окна и прыгнула прямо в здоровенные ручища тролля, который аккуратно меня поймал и усадил себе на спину. Дашка ляпнулась в лапище такого же здоровяка, и мы, как ярые амазонки, кинулись в атаку на замок, сидя на троллях, которые громко ревели в один голос. — Ам-ам! Ам-ам! Это было настоящее светопредставление. Ворота замка вылетели после третьего удара, и толпа троллей ворвалась во двор, сея панику среди воинов, которые разбегались в разные стороны, бросая оружие. Тролли перли сметающей массой, заглядывая во все постройки и кидая в огромные рты весь провиант, который находили. Видимо, такого страха солдаты не испытывали даже воюя с демонами и были совершенно деморализованы веселыми кучками, разбежавшись по заснеженной равнине. Радуясь своей победе, мы даже не заметили, как Тим Блэктор вскочил на коня и быстро ускакал в сторону леса, прихватив с собой лишь одного охранника. — Етуша, миленький, спасибо тебе! Я поцеловала его в мохнатую голову, и он довольно заурчал, закрывая морду лапищами. — Етун, любовь! — Мы тебя тоже любим! Ну, как ты узнал о том, что мы в беду попали? — Етун, ам-ам, шишки, девочки, а-а-а-а, громко! — Ты услышал, как мы кричим? Ты был рядом? Он закивал головой, и я чуть не свалилась на землю. — Отвезешь нас к замку? — попросила Дашка, и Етун вздохнул. — Да-а-а-а. Демоны печально смотрели на мертвую зоту, лежавшую возле потухшего костра. Ее глаза были открыты, но страха в них не было, лишь легкая насмешка. Лисица тоненько завыла и скрутилась рядом с нею, тыча с мокрым носом ей в лицо. — Искра, ну ты что? — Магнус погладил ее по рыжей макушке, и лиса подняла на него глаза полные слез. — Ты хочешь остаться здесь? — Искра жалобно тявкнула, и демон отошел. — Что ж, оставайся. Они вышли из пещеры под ее жалобные стоны, и Расмус тихо произнес. — Одни загадки. — Значит, женщины были здесь. Я почувствовал их энергетику. Теперь я уверен, что Блектор причастен к их похищению и напал на гарнизон именно для того, чтобы украсть их. Магнус вскочил на коня. — Надеюсь, он ничего с ними не сделает. Иначе... Часть двадцатая. Заключительная. Но когда демоны приблизились к замку, то не поверили своим глазам. Ворота были распахнуты настиж. По двору прогуливались тролли, доедая мясо, которое некогда лежало в телеге с соломой. Скорлупа от яиц трещала под их огромными лапами, а молочные усы были практически на каждой морде. — Я ничего не понимаю. Расмус развел руками. — Откуда здесь тролли? — Посмотри. — Магнус показал ему на стену леса. — Там кто-то прячется. Демоны направили лошадей туда и с изумлением увидели армию Блектора, прячущуюся за деревьями. — Что произошло? — грозно спросил Магнус. — Где ваш проклятый хозяин? — Он скрылся. Один из воинов вышел вперед. Блектор находился в замке до тех пор, пока тролли не сломали ворота, а потом сбежал. — Хорош же ваш командир. Расмус ласковыми движениями успокоил волнующуюся лошадь. — Откуда взялись тролли? Как они вообще посмели напасть? — Мы не знаем, откуда они взялись. Воин был действительно изумлен не меньше братьев. Но напали они на нас из-за женщин, которых привез Блектор. Это была страшная картина. Они сидели на этих чудовищах, и те ласкались к ним, как домашние коты. — Женщины на троллях? — Демоны переглянулись. — Где же они сейчас? — Тролли забрали их. Воин подошел ближе и попросил. — Разрешите нам служить в вашем гарнизоне. Мы больше не можем воевать на стороне того, кто предал нас. — Соберите всех людей и отправляйтесь в гарнизон. Наши воины позаботятся о вас. Демоны поскакали обратно, не став выслушивать благодарности от обезоруженных солдат, намереваясь выпытать у троллей, где женщины. Тролли опасливо поглядывали на братьев и молчали, помня, как Расмус частенько гонял их. — Нам нужны женщины, которых унес один из ваших, — терпеливо повторил Магнус. Етуны молча жевали и не подходили ближе. Один из них даже скрутил огромную фигу за спиной. — Не добьемся мы от них ничего. Нужно ехать в замок и приказать Гендалфу найти их, разузнать, откуда их привозили. Магнус натянул вожжи, и лошадь встала на дыбы. Тролли слегка шарахнулись в сторону и недовольно заворчали. — Ам! — Мешать! — Ам! — Ам! Етуна пустил нас на землю, неподалеку от замка, и грустно помахал нам вслед. Мы с Дашкой постучали в ворота, и стражник лениво спросил, не открывая окошко. — Чего надо? — Мы работаем здесь, — сказала я. Нас Гендалф пристроил. Окошко приоткрылось, и мужчина внимательно оглядел нас. — Проходите! Мы облегченно вздохнули и пошли внутрь, надеясь, что за время отсутствия братьев сюда не пробрался Блектор. Гендалф себе места не находил, и когда мы объявились в его апартаментах, кинулся к нам с причитаниями и стенаниями. — На гарнизон напали! Я думал, с вами что-то случилось! — Да все нормально! — Дашка дернула его за бороду. — В замке тихо? — Уж очень тихо, — зашептал волшебник. — Что-то происходит. Сестры злые, лучше им на глаза не попадаться. Ну, скажите же мне, наконец, кто напал на гарнизон? — Блектор! — я тоже зашептала. — Как? Гендалф схватился за сердце. — Что должно было случиться, чтобы он пошел на это? — У нас есть для тебя новости. Дашка закатила глаза, намереваясь рассказать ему о наших приключениях, как в комнату ворвались демоны, звеня своими шпорами. Мы с Дашкой покраснели, засуетились, стараясь не смотреть на них, а Гендалф испуганно пискнул. — Чем обязан столь величайшему вниманию? Расмус недовольно посмотрел на нас и высокомерно сказал. — Наш разговор не должны слышать чужие уши. — Да, пожалуйста! — Дашка задрала подбородок и поперла к дверям, пылая возмущением. А я мельком взглянула на Магнуса, и наши глаза встретились. Этого момента хватило, чтобы мое лицо загорелось с новой силой, а в его взгляде мелькнуло удивление. Конечно, далеко мы не ушли, а притихли за дверью, стараясь не пропустить ни одного слова. — Мы пришли к тебе с одним пожеланием, которое ты должен исполнить незамедлительно. — И что же это за пожелание? Голос Гендалфа дрожал. — К нам в гарнизон привозили женщин последние несколько дней. Ты должен узнать, кто они, незамедлительно. — Я... я постараюсь, — прошептал Гендалф. — Как это постараешься? В голосе Расмуса слышалось негодование. — Этим занимался ты. Ты не знаешь, откуда твои люди привозили этих женщин? — Все будет сделано, господин. — Вот так-то лучше. Я старательно прижимала свое ухо к двери, но момент, когда демоны ее открыли, пропустила. — У-у-у! — завопила я, хватаясь за ухо. — М-м-м! — Вы еще и подслушиваете? — зарычал Магнус, хватая меня за второе ухо. — Гендалф! Гендалф, черт тебя дери! Испуганный волшебник появился в дверях и замер, наблюдая эту картину. — Мне надоело, что эти служанки кругом суют свои носы. Магнус потянул меня за ухо, и я запищала, чувствуя, как оно начинает гореть. — Чтобы к утру их здесь не было, ты понял? Гендалф закивал, пронзая нас осуждающим взглядом, а Дашка выпалила. — А что это вы нас за уши хватаете? А ну отпусти! Демоны с изумлением уставились на нее, и подруга, чувствуя неприятности, затопталась на месте. Расмус вдруг протянул руку и тоже схватил ее за ухо, отчего Дашка зажмурилась и завыла. — Хрен вам, а не ларец! А я еще его нахваливала! Тоже мне жеребец! Она заткнулась, сообразив, что ляпнула, и, схватив меня за руку, исчезла вместе со мной. Последнее, что я услышала, был рев Магнуса. — Гендалф, старый пень! Что это такое? Волшебник уныло сидел на своем любимом стуле и виновата смотрел на демонов, нависших над ним. — Ты притащил в замок непонятно откуда взявшихся баб? Правильно, Гендалф? — Придумал чуть ли не вселенский план по изменению мира холодных ветров, возомнил себя вершителем судеб. — Я... я хотел как лучше. Они хорошие! — вскинулся он, но сразу же потух под взглядами братьев. — Это они напичкали нас какой-то дрянью, после которой мы полезли на Глоа и Гроа? Расмус был разъярен. — Да, волшебник будто сделался меньше. — И, наконец, ты подсунул нам их в гарнизон, играя в тайну. — Гендалф развел руками. — Последний вопрос. Что насчет ларца? — заревел Магнус, не выдержав. — Я не знаю. После этих слов Гендалф подскочил. — Я действительно не знаю, поверьте мне. — Где они сейчас могут быть? Расмус посмотрел в глаза бедному старику, и тот задрожал. — Наверное, в замке. Вряд ли они далеко могли переместиться. Не настолько много я им сил дал. — Так ты им еще и силы дал! — заревели братья, разбрасывая вокруг себя алые шарики тепловой энергии. — Кто они, Гендалф? — Люди. — Люди? Как ты их сюда притянул? — Заклятьем, через книгу. — Ну, готовься, волшебник! — Магнус показал ему кулак. — С женщинами сейчас разберемся, и до тебя очередь дойдет. Мы с Дашкой очутились в какой-то странной комнате, заставленной шкафами, и подруга удивленно протянула. — Как мы здесь оказались? — Наверное, я от страха нас перенесла, — прошептала я. — Помнишь, я могу двигать предметы. Ты нас сделала невидимыми, а остальное... — Хорошо. И где мы сейчас? — Дашка вопросительно посмотрела на меня. — Место незнакомое. Я сама в шоке. Приближающиеся голоса заставили нас замолчать. — Я успел скрыться, но теперь точно знаю, эти проклятые демоны изменяли вам всегда. И попомните мое слово, они выкинут вас на помойку. Прошло столько времени, а вы не смогли ни укрепить брак, ни помочь отцу одержать победу. Теперь еще и ларец силы у них. — Блектор, — прошептала Дашка, и сразу же мы услышали голос Глоа. — Кто они? Я убью этих тварей. — Не знаю, дочь. Я так и не узнал, откуда эти шлюхи. Дашка осторожно опустилась на стул, стараясь не шуметь, и он вдруг с треском развалился под ней, отчего мое сердце на минуту остановилось, а потом ухнуло в пятки. — Кто-то есть в гардеробной? Голос Глоа для меня прозвучал, как траурный марш. Дверь распахнулась, и три озлобленных лица с горящими ненавистью глазами уставились на нас. — А вот и шлюхи рыцарей кровавой розы, — зло прошептал Блектор. И мы с Дашкой громко сглотнули. Пока мы сидели в гардеробной, связанной по рукам и ногам, Дашка отчаянно морщилась и кривилась, стараясь исчезнуть, но Глоа подпортила ей настроение. — Ты думаешь, сможешь продемонстрировать свою жалкую силу рядом с нами? Вы, жалкие грязные шлюхи, сдохните этой ночью, свыкайтесь с этой мыслью. Ее сестрица подошла к нам и, нагнувшись, прошипела. — Где ларец, твари? — Вы о чем? Я сделала невинные глазки, хотя поджилки тряслись основательно. — Где шкатулка, которую вы вытащили из седельной сумки? — завопил Глэктор и замахнулся, но потом, видимо, передумав, опустил руку. — Старая, облезлая такая, — Дашка удивленно дернула плечами. — Мы не смогли ее открыть и выбросили. — Как выбросили? — ахнули сестры. — Идиотки! Какие же вы идиотки! — А может, они врут? — с хитрым прищуром протянул их папаша. — А, шлюшки, врете? Я чувствовала, что веревки на моих руках были затянуты слабо и аккуратно попыталась вытащить кисть, не привлекая внимания. Наконец, мне это удалось, и первое, что я сделала, выхватила из своего декольте брелок, висевший на моих ключах лет пять, лазерную указку. — Ну все! — заорала я зверским голосом, тыча ею в обалдевшую троицу. — Сейчас я вас испепелю! Я нажала на кнопочку, и красный лучик скользнул по стенам. Папаша с дочками замерли и испуганно наблюдали за передвижением луча. — Что это? — Глоа спряталась за Блектора. — Отец, сделай что-нибудь! — Сейчас, сейчас! — приговаривала я, освобождаясь от веревок и освобождая Дашку. — Вы у меня попляшете! — Глоа, у вас есть сила! Воспользуйтесь ею! Блектор вытащил из-за спины дочку и толкнул ее на меня. — Давай, убей этих шлюх! Я размахивала указкой в разные стороны, как мечом, и вопила, как обезьяна-ревун, когда в гардеробную ворвались Магнус и Расмус. — Блектор, насколько я помню, мы тебя не приглашали! Расмус оттолкнул от меня Глоа и повернулся к жене. — Я думаю, тебе нужно покинуть замок. — И сестру свою не забудь прихватить! — добавил Магнус. — С этого времени ваша семья навсегда изгоняется из мира холодных ветров. — Нет! Нет! — Глоа кинулась к Расмусу и прижалась к нему всем телом. — Не бросай меня, любимый! В это же время ее рука вытащила из его ножен меч, и с диким воплем Глоа замахнулась им на Расмуса. — Сдохни! Сдохни! — Дашка не растерялась. С криком «Ура!» она прыгнула на жену демона и, сбив с ног, принялась колотить женщину, грызя ее, как Бобик-фуфайку. Я кинулась на помощь подруге, но Магнус вовремя меня остановил, схватив за талию. — Расмус сам разберется со своими женщинами! Демон недолго разбирался. Он оторвал Дашку от Гроа и несколько раз ее встряхнул, пока она не пришла в себя. И эта женщина была такой... — Какой? — рявкнула Дашка, все еще разгоряченная дракой, и уставилась на Расмуса подбитым глазом. Видимо, змея Гроа все-таки успела втулить ей. — Успокойся, женщина! — Расмус еще раз встряхнул ее. — Не советую тебе драться со мной. В комнату ворвался Гендал с охраной и изумленно уставился на всех, моргая круглыми глазами. — Всю семью Блэк довести до границ мира холодных ветров и отпустить, — приказал Магнус охране. С этого дня Орден Кровавой Розы становится единоправным органом правления, без права посягательства на его власть. Никаких войн. Заговорщики сразу будут казнены. Сестры что-то кричали, рыдали, Блэктор сыпал проклятиями, а мы с Дашкой стояли, как неприкаянные, наблюдая за величественными демонами, которые даже не знали, что спали со своими служанками, за их бывшими женами, которые остались ни с чем, возможно, даже из-за нас, за Гендалфом, который все это затеял. — Подруга наклонилась ко мне и шепнула. — Не получилось, как хотелось. Ни соблазнения, ни правления. — Да ладно, — хмыкнула я. — Сказка закончилась. Мы тихонько вышли из гардеробной, воспользовавшись суматохой, и пошли по коридору, пока голос Расмуса не встрял в наши спины мощными стрелами. — Гендалф! Женщин вымыть после общения с троллями и приготовить к свиданию! Они прошли мимо нас, нагло ухмыляясь, и Магнус шепнул. — Насчет рожать — несколько раз обязательно, а насчет править — и не мечтайте. — Гендалф! — заорали мы в один голос, но волшебник лишь поднял руки и исчез в длинных коридорах замка. Автор Нюша Порохня. Читала Виктория Томина. Автоводорож ber decksор. Автор Нюша Порохня. Автор Нюша Порохня. Также в нашей daylight обзакова Night Temпля. Продолжение следует...